Первый вопрос, который вообще в принципе закрывает наш подкаст, это то, что мы хотим нашим слушателям, нашим зрителям раскрывать личности, вот поэтому мы стараемся звать таких интересных гостей, в том числе и Максим, это сооснователь магазина КОПА, такого большого бренда КОПА, большими буквами лейбла. Они нас сегодня даже одели. КОП Вадим. Где КОПА? Здесь КОПА. Кто мы, КОПА? То есть КОПА РАН, который делает сейчас, ну, можно смело заявлять то, что делает очень большое дело для, в принципе, бегового сообщества и для нас в частности, то есть это наш партнер с этого года, спасибо за поддержку. То есть и так, Максим, рады видеть тебя в гостях. Привет. Спасибо, парни, что пригласили, на самом деле тоже очень приятно быть, находиться в этой студии с вами. Вы реально очень крутые. То есть, всегда вызывают уважение люди, которые что-то делают новое, какие-то революционные вещи, не боятся делать что-то новое, при этом не ища, наверное, какую-то поддержку со стороны государства, да, с каких-то там государствами. Слушай, просто, ну, вы те люди просто, которые берут это и делают, да? Есть такой один известный американский бренд, у которого есть такой слоган, да? Да, это мой любимый бренд. Поэтому, мне кажется, вы воплощение этого слогана, вы сделали крутую штуку, крутой продукт, подкаст, который рассказывает нашим бегунам, любителям, профессионалам о людях, которые участвуют в развитии бегового сообщества и бега, и легкой атлетики, как вида спорта в Казахстане. И, на самом деле, ну, мне лично очень приятно смотреть такие вещи, когда из каких-то стереотипных, традиционных видов спорта в нашей стране, да, люди начинают заниматься и больше и больше массово увлекаться теми видами спорта, которые раньше были не такими популярными, да? Потому что, мне кажется, если пригласить людей, там, из России, условно говоря, ну, Казахстан всегда был таким вот, это бокс, борьба. Ну, да, это какие-то контактные единоборства. Да, это контактные единоборства. И, казалось бы, это то поле деятельности, где работать легко, да? Ну, то есть, это всем отзывается, это все, как бы, любят. Это ММА, да, то есть, ну, по идее, что там не знают, там, Хабиб и так далее. Да, 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 все эти всякие хайтики. Мы пошли в такую немножко рисковую историю. Она, с одной стороны, массовая, но с другой стороны, наверное, менее популярная. Ну, она массовая, ну, во-первых, наверное, сезонная просто. Сезонная, да, да, да. И очень много, вот эта массовость проявляется и у людей сезонно, то есть, они позанимались и потом такие, ну, все, хорошо. Ну, как раз таки, можно сейчас всех поздравить, да, потому что мы пишем 1 марта, всех с весной наконец-то кончился. Да, значит, время на час перевередали. Да, я вот ночью как раз на работе сидел, переводил время это самое. Да, насчет этого, кстати, очень много хейта, но я сейчас так подумал, наоборот, это хорошо, потому что многие люди тренируются, там, допустим, 6 утра, 7 утра, а в 6 уже пришел на тренировки и уже светло пущешь. Ну, что, так что, так что, так что, бегунам, бегунам, классно, хорошо, бегунам, хорошо, да. Остальные мне не знаю, как, но бегу там, я думаю, что это будет потом. Зимой также будет пораньше, если я переводим, кстати, вообще, на браку переводим, или нет, нет, остается просто уже глубокую ночь будем вставать и тренироваться. То есть, осенью, часы вперед не переведут. Нет, это да, совсем мы теперь навсегда в плюс 5. Мы теперь как запад живем. И как раньше, когда-то жил кустуной. То есть, у нас одна страна, один часовой поезд. Один часовой поезд, всех-всех сделали плюс 5. Вот поэтому это немножко тяжело тем, кто живет на Востоке, потому что у них прям совсем рано становится теперь рассвет и закат. Нам более-менее, вот где Костана и там тоже более-менее, и запад, ну они привыкли уже к плюс 5. Да, у запада всегда плюс 5. Вообще традиционно, не традиционно, а географически, когда-то там в трехчасовых поясах находится. Плюс 6, восток, мы в плюс 5, и наш запад это плюс 4. Вообще в идеале так, ну, ладно. Ну, это вопросы уже больше к нашему государству и прочему, на которые мы ответов никогда не найдем. Ну, ладно, бог с ним с государством. Сейчас речь о Максиме. Максим, расскажи про себя пару слов, что нужно знать нам, нашим зрителям. Мне 40 лет. Неплохо. В 1983 году рождение. Родился в прекрасном городе Новинька, Казахстан. Я думаю, мой ровесник и прикинь. Спасибо за комплимент, да. Мне все два комплимента зрелика, сказал, что М-ку. Я такой, блин, классный. Ну, все-таки Элька, да. Мы обылаем когда-то, когда я 81 весил, активно бегал. Вот мой родной город, это Шимкент. Я очень люблю его. Горжусь тем, что родился в этом городе. Там у меня живут родители. Моя сестра, племянная. В самом городе, да? Да, да. Все мои родственники там живут. Ну, то есть здесь, получается, только со стороны жены. С детства любил спорт, в принципе, ну, всегда увлекался футболом. Играл во дворе, за школу. И футбол, это такой вид спорта, который прошел сквозь красные линии, сквозь мое детство. Вот. В 2011 году я получил травму колена. Я просто рассказываю, как пришел в бег, да. То есть в 2011 году я получил травму колена. И с игровыми видами спорта, ну, пришлось уже завязать. Потому что, ну, просто физически это невозможно было делать. У меня был разрыв связки надколенника. Надколенник, короче, это, как я узнал, когда получил связку, это чашечка. Да, у меня вылетела чашечка. Как есть такой момент, да? Ничто не бодрит так с утра, как колено-чашка, как вылетевшая из состава. И после этого, ну, говорю, с игровыми видами спорта пришлось завязать. Но оставались только какие-то циклические истории, типа плавания, либо бег. Потому что там линейные движения. Ну, и это у меня получалось сделать без боли. Баскетбол, футбол, к сожалению, ушел в сторону. Хотя я, говорю, с детства любил футбол всегда. И сейчас люблю его. И работаю в футболе. Я шел в ту компанию, в которой проработал пять лет, да, предыдущая. Перед тем, как мы открыли нашу компанию, наш бизнес, Копа Ки-Зет. И с целью работать со спортсменами. Мне очень нравилось взаимодействие со спортсменами, работать со спортсменами. Мой папа играл 18 лет в футбол. Был футболистом. Но в советское время, наверное, не было такого понятия, как профессиональный футболист. То есть он днем шел на работу, на завод, там собирал станки металлорежущие. А вечером он играл в команде металлург. Вот такая команда. Была. Есть стадион металлург в Шенкенте, который, кстати, реконструировали в 23-м году. Ну, это прям крутая история. Можете съездить, посмотреть. И если вы наблюдаете за беговыми блогерами, была такая девушка от Морал Рам. Ну, она и сейчас. Да, есть. Она живет в Испании сейчас. Мне кажется, она немножко... Я перестал за ней следить, но, мне кажется, она немножко удалилась от бега в сторону каких-то тренингов, каких-то личностного роста, как сказать, менторства, да? Да. Она просто все свои, там, беговые тренировки делала на этом стадионе. У нее был такой, ну, интересный посыл, да, что, как бы, в отсутствие какой-то инфраструктуры, там, количество, там, детей, да, там, то есть внутри детей, работы. При этом она достигала, там, результатов, и там реально просто пахала, там, какой-то сотни километров, там, в месяц пробегала. И даже, по-моему, выполнила какой-то разряд взрослой по левкой атлетике, по марафонам. Вот, поэтому, родом я, в общем, из солнечного теплого города, который очень люблю. И в Алма-Ате уже с 2011 года работаю в компании Adidas, да, в известном спортивном немецком бренде. Пять лет проработал там, был директором магазина в городах Казварде, Казварда, Атрал, полтора года был в Казварде, город был, ну, в Шимкенте начинал, собственно говоря, туда и пришел, компания, продавцовый магазин, просто работал в торговом зале, продавал кроссовки, потом перевелся в Алма-Ату, именно непосредственно в оптовый отдел, в работу со спортивными организациями. То есть, я проработал в роднице три года, ну, предварительно, можно, интересно, можно сказать, надо, что учился в России, законченный студ в Санкт-Петербурге по специальности инженер двигателя внутреннего сгорания. Все, все, все нормально. Энерко-машиностроительный по пенсии, да, Санкт-Петербургский политехнический университет. Инженер легкой промышленности здесь находится тоже. Ну, да, я инженер авионе, в авиации работаю. Короче, я понял, да, что кроссовки продавать мне больше нравится, чем уметь делать двигателем внутреннего сгорания. Ну, то есть, фактически моя профессия – это автомобилестроение, да, и все, что с этим связано. ДВС – это двигатель внутреннего сгорания. Я писал дипломную работу, у меня был прототип двигателя BMW, М3. Тоже интересная штука, да, но все, что не делалось, все к лучшему. И, наверное, тот аналитический склад ума, который у меня есть, все эти девять кругов ада, сопромата, теорвера, гешмата и там вот это всего они дали свои плоды. Вот. Приехав в Алмату, я стал работать в отделе со спортивными организациями. Работа заключалась в том, чтобы экипировать команды, футбольные клубы, какие-то спортивные федерации. Ну, неважно, игровые виды спорта, не игровые, то есть, в известный спортивный немецкий бренд. Такая стояла задача. У меня это достаточно хорошо получалось. И то, чем я горжусь, наверное, за эти три года, которые я проработал на этой должности, из 12 команд премьер-лиги футбольной, подкаст беговой, да? Ну, многие знают, да, КПЛ. Из 12 команд премьер-лиги, я 9-9 экипировал Адидас. Ну, то есть, это, наверное, под 90%, да, 80%. Ну, на самом деле, дорогого стоит, да, то есть, в один бренд, так, вот, работать с командами, что в один бренд, экипировал 9 из 12. И впервые экипировал Адидас в сборную Казахстану по футболу. Она играла в Убро, такой бренд, если знаете, был. Ромбик такой. Да, но он такой, он более, скажем так, лайтовый, да, то есть, Экадас, конечно, другой уровень. Вот, и это реально то, чем, ну, то есть, было моей целью, прям, вот, очень я гордюсь, что вот я экипировал Адидас. Ну, естественно, там, работаю внутри команды, с компанией, с командой, то есть, ну, это был мой проект, и это было очень круто. То есть, когда Казахстан стал выступать в Адидасе, и это продолжалось лет, по-моему, 12. Нет, какой год был, примерно? Это был год 2013, где-то вот так вот. Ну, кстати, ну, в принципе, вообще, бег и футбол, я думаю, то, что плюс-минус вместе идут, потому что я сейчас даже среди любителей знаю очень много бегунов, которые начинали с футбола. Да. Даже я, то есть, в футзал играл, в юнической лиге играл, в футзал. Потом как-то надоело, травмировался, потом уже желания не было в виде наборства, и там лезть сильно играть, и поэтому начал просто бегать. Проще всего оказалось. Вы знаете, что, Ержан, да? Джанарстану, да. Нет, как-то полматы марафонит. А, Распанш был. Он профессиональный футболист бывший. А, нет, я этого не знал. Да, он играл, да, в команде, в Сункаре играл, команда была в Каскилеве. И, допустим, Ержан, Джанарстану тоже играл в футбол. Но он в футзал, кажется, доиграл? Или большой? Я не помню, во что играл, да. Но он точно играл. Когда он в Жусане был, они там вот за команду тоже играли. Да, выступали. Но я просто замечал, как они просто проигрывали. Там счета были 9-0, 12-1. Вот такие счета были. Ну, да. Так что очень много людей. Я знаю, Педро точно в футзал играет довольно часто. Ну, Педро сам, если я не ошибаюсь, Педро из Барселона. Поэтому там не играть в футбол невозможно. Это в Крыму. В ДНК, да. Ну, вот вообще мне, как бы, вот эта тема, мне кажется, мы просто среди бегунов, может быть, и тут такое мнение, что они, как бы, не любят футболистов, да, и что-то такое. Но просто опять же, да, может быть, вы какие-то делаете там рисковые вещи, ломаете стереотипы. То есть мне тоже хочется сказать, что очень много действительно бегунов из профессионального футбола, из любительского футбола и бегают марафоны. Это круто. И на самом деле, я за то, чтобы все, как бы, наоборот, объединялись, да, то есть мы разъединялись. Как вот, ну, есть лыжники, есть сноубордисты, да. Постоянная война, да. Вечная война. Типа, да, типа, кто круче. Поэтому тут беденые футболисты, мне кажется, пусть это останется, как бы, поводом для шуток, да, но в жизни, пусть, наоборот, будет все вместе происходить. Мы, в принципе, и наш забег Копаран делаем, ну, можно сказать, на футбольном стадионе, да, тоже, в том числе и, где, да, там есть беговые дорожки, но, конечно же, туда много ходят футболистов смотреть на футбол. Акайрат. Акайрат, кстати, тоже наш партнер. Мы героем футбольный футбольный футбольный. Наша компания. То есть, другое направление. И я в инсте недавно листал, и там у меня какой-то казахстанской команды футбольной вышла эта, ну, фотка, желтая экипировка, есть так, Копа, Киза, я говорю, о. Да, 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 это мы, да. Да, и сейчас медиалига по футболу есть тоже, то есть, кажется, вы тоже активно там. Ну, в футболе, да, ну, я не хвастаюсь, да, но, то есть, реально, то, чем мы гордимся, в футболе, наверное, дошли до этого уровня, что, ну, в Казахстане слово Копа ассоциируется с футболом. Это классно. С футболистским и с профессиональным футболом. Если вы хотите экипировать команду, то есть, первый наверное, что на вам придёт, это Копа. Да, раз уж мы так рассказываем про Копа, давайте про историю, то есть, как вообще создавался сам бренд Копа, как пришли к магазину, то, что это магазин, этот бренд с историей в 11 лет, если я не ошибаюсь. Сперва, да, мы поняли, что вы начали с футбола, потом добавили бег, но как создавался этот бренд? Я уже стал в этого момента. У меня вопрос один такой ещё ко всему этому. Как появилось название Копа? Что это значит? Ну, давайте начнём с того, что, да, как мы ушли, вышли с Адидасом. Как, знаете, как рыбы выше, там, да, эволюционированный человек. То есть, в 2013 году я уволился из Адидаса. Можно сказать, просто ещё очень важно сказать, что у меня есть товарищ, мой партнёр, мой друг, один из лучших моих друзей, с которыми мы вместе идём по жизни. Мы, собственно говоря, строим этот бизнес, этот бренд. Ну, и вот эта вот энергия заговора, да, такой в хорошем смысле этого слова. Как говорил один предприниматель, в наше время уже нет бизнесменов-одиночек, да, то есть, ну, если вы строите бизнес, то реально это не нужно делать в команде. В 2013 году мы ушли из компании и понимали, что мы очень много знаем, мы получили очень много знаний, мы получили очень много опыта, у нас правильные отношения, то есть, мы любим спорт, и мы хотели продолжать это делать, но мы продолжали делать это уже самостоятельно. И тут всё было очень логично, потому что Адидас оптимизировал, он как бы сократил этот отдел, ну, то есть, в принципе, как бы они закрыли эту историю, и в Казахстане не было такой позиции, именно в казахстанском офисе Аддаса, того человека, который бы занимался там командой. Ну, тут как бы все звезды сошлись. Всё говорило прямо. Да, все звезды сошлись, что нужно открывать компанию и, собственно говоря, драйвить, развивать этот бизнес дальше. Покрывать запросы. При этом открывались возможности, что в больших компаниях всё равно ты ограничен какими-то ресурсами, например, тебе нужен человек ещё там, да, какой-то в отдел, чтобы развиться, но есть определённые там KPI, есть определённые бюджеты, таргеты по зарплате, и ты не можешь взять, ну, тебе говорят, это из минусов, да, то есть, ну, тебе говорят, есть вот одна штатная единица, ну, к сожалению, там, ну, взять больше не можно. Да. И очень сложно работать. Когда ты работаешь на себя, то есть ты понимаешь, что ты можешь взять ещё там сотрудника, ещё что-то там, ты можешь поехать туда-туда, и ты не ограничен. Поэтому, собственно говоря, так мы начали строить бизнес. На самом деле всё очень последовательно, всё очень эволюционно, не было каких-то революционных скачков. Всё, что мы делаем, делаем на свои деньги, всё, что мы зарабатываем, инвестируем в наше дело. Обратно на инвестиции. И это ещё раз говорит о том, что, ну, наш проект, он серьёзный с точки зрения, что не появился какой-то инвестор, либо мы открыли компанию под какой-то там тендер, да, как у нас это бывает, что-то такое, да, его отработали и ушли с этого рынка, вообще-то с этого поля. Нет, всё двигалось очень последовательно. Мы, ну, наш первый кабинет был даже меньше, чем эта студия. То есть, вот, если, наверное, вот от двери, наверное, метр, да, вот так отрезать, то мы начинали вдвоём, мы были, так, два стола стояли, и в коробках, и полностью заряжены были в коробках. А фото не сохранилось? Нет, фото не сохранилось. Но это, 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 на Анатолий Бипонфилово получается, там тоже административное здание, там просто был кабинет, и в 2013 году мы начали, берут два стола, сами делили стены, сами красили, сами делили, да. Не, знаете, это как история, да, продавец обуви, и плюс у Безоса есть фотка с Амазона. С его столом? Да, как он сидит там с его столом, там надпись Амазон, книжки стоят. И даже там, не знаю, компания Apple там с гаража начинала, и вот плюс-минус даже такая история. И на самом деле, вайбы, вайбы похожие. Да, но это правда, это реально трушная история, то есть не придумано, ну, говорю, не было, и нет за спиной каких-то там людей серьезных, там багаж, который инвестирует наш брать. Все трудности, которые мы там проходим, и все радости, которые мы проходим, мы проходим сами, там, вот, вместе с нашей командой. Груб, сидели за двумя столами, заваленными коробками, просто вар, чтобы грузить, отгружать команды, клубы, работать. Поначалу это был только бренд Adidas, потом, до 3 года, через 3-4, мы уже подключили Nike. Потом появилась, по-моему, Джома, мне кажется, так. Ну, то есть, все было очень закономерно, очень последовательно. И тогда, в начале нашего пути мы никак не назывались, то есть, я даже, честно говоря, а, мы открыли компанию, она называлась, то есть, мы придумали название нашей компании, ну, потому что нужно было регистрировать юридор. То есть, открыли товарищество, ТО, и мой коллега, мой друг, Женя, он, ну, конечно, не было какой-то коллегиального собрания, где мы такие, не сели, там, давай, давай думать, накидывать варианты, какие будут названия у нас компании. Он назвал его Кубок. А-а-а. Ну, какие-то, видимо, ассоциации, которые были связаны со спортом. И компания называлась Кубок, юридический ТО Кубок. Так как мы работали, в основном, в B2B-канале, да, то есть, в оптовом, то, ну, не выходили, скажем так, на какой-то ритейл, где нужно было, чтобы нас узнавали. Наверное, и не требовалось какого-то маркетинга или чего-то такого, чтобы, ну, себя позиционировать как-то. То есть, мы работали с командами, команду нас знали, и как мы, грубо говоря, называемся, может быть, даже не было все равно. Не важно. Потому что это, там, отображалось только в каких-то закрывающих документах, счет фактурах, актах выполненных, работах и так далее. Вот. Но когда мы начали расти, то есть, мы понимаем, что хотим идти дальше, идти работать с футболистами в плане, там, не только команд, но и продавать шиповки, бутсы, да, какие-то, значит, значит, такой постепенный ритейл появляться. То вот тут начали генерить, как назваться, да. И у нас был вариант арена назваться, что, ну, тоже ассоциировалось там со спортом, арена как-то, какие-то были мысли. Но это было так банально, как мне кажется, так вот, что-то арена, арена, ну, первое, что приходит в голову, да. Поэтому пошли дальше. И так как мы работали в одном известном спортивном немецком бренде. Немецком бренде, да. Где нас очень хорошо учили истории этого бренда. И это не Puma, да. Да, нет, она начинается, она заканчивается, и это не асик. В общем, в этом бренде, ну, короче, в Adidas и в футболе есть очень такая крутая модель футбольных бутс. Да. Называется Copa Mundial. А, это легендарные такие модели. Легендарные модели, да. Если, может, такой, давайте небольшой интерактив, может быть, знаете, чем они легендарные? Я не могу сказать, но я знаю, что очень много таких топовых футболистов любят эту модель. Технологию, наверное, внедрили к каким-то, что-то сделали, что они стали удобными. Каким-то с действием таким хайповым, возможно. Или пилей в них гонялся. Или жиданский. Вот, короче, на самом деле, это может быть пока со странным, но в наш век технологии, там, чатом GPT, и всех искусственных интеллектов. Но как раз-таки нет. Как раз-таки она легендарна тем, что это абсолютно базовые бутсы, которые произвели в 79-м году. В 79-м году впервые вышла модель этих бутсов футбольных. И, внимание, здесь теперь. С 79-го года они не меняются. Не менялись. Никогда. Ничего. До сих пор. Ни один шов, ни один шип. Ничего не меняется. Вот как она была разработана, эта модель, мне ничего не поменялось. И это является междугодно хитом всех продаж. То есть, бестом всех продаж, как бы дать. В 45 лет. То есть, да, да, 45 лет. То есть, это показатель качества, да, то есть, какой-то стабильности. Вот. И мы спрашивали у футболистов, профессиональных, ну, почему поп, потому что вот очень любят, особенно ветераны, которые играют. И ответ такой простой, очень удобный. Вот. Как домашние тапочки, да, то есть они из кожи тенгуру делаются. И это как раз-таки, наверное, не погоня за технологиями, да, которые вот постоянно что-то придумать новое, 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 чтобы и когда ты придумываешь что-то новое, то обесценивается очень быстро то, что ты делал, ну, как бы предыдущее. Все верно. А это как раз-таки heritage, да, вот это наследие, история, которая как классика, как классическая музыка, она была, есть и будет всегда. То есть, чем старше становится, тем ценность возрастает. Тем ценность вырастает от этого продукта, да. Да. И мы решили назваться сначала Копа Мундиаль, в честном виде. Копа Мундиаль, Копа. Длинный. И Копа, кстати, так совпало, что, ну, изначально не думали, оно немножко, наверное, можно провести параллель со словом Куба, потому что... Да, я вот, когда сказали Куба, я подумал о том, что это как-то трансформировалось в Копа. Оказалось, нет. Да, да, Кубы придумали еще, не думаю о Копе, короче, даже название юридической там-то, вот, вот. Но Копа оказалось, действительно, что это такой Кубок чемпионов, типа, да, вот соревнования, когда Кубок. Вот, поэтому я принес на самом деле, собой тул. Круто. Это вообще круто. Да. И, ну, я, если не ошибаюсь, даже, то не Кросска, кажется, не отгоняет, возможно, что... Аааа. Они реально такие обрывы, то есть, да, если прям, прям, видно, что это... Такое, с девятого года парня, и ничего не меняется, то есть... Не, блин, блин, они крутые. Ну, это вот, да, прям вот та самая, знаешь, классическая модель. Не убавить, не добавить. Да. Какую классическую модель вам приходит в голову из Бигаллова. Как было, да. Ну, у меня, да, у нас всегда сам это Супернова, и если такое классика, и с Найком, ну, Пегасус. Ну, у Найка, Пегасы однозначно, да. Есть еще очко, еще одна очень крутая фишка, да, на самом деле, которые многие не знают. Вот, можете тут язычок отвернуть. Так. Она подрезается, кажется, да? Куда? Влево, вправо? Нет, просто там, там, где размер написано. Да, да. Прочитай, где это изготовлено. Мейден. А, Мейден Джермании? Они не отдают никому делать, да? Это единственное, единственный артикул, единственный продукт, который до сих пор делается в Германии. Круто. Они специально, да, его не отдают, нет, на производство? Все заводы перенесли в Восточную Азию, там, Тайвань, то есть, в Санкт-Петербург, Малайзию, Рочи. И компания Nike, в принципе, которая американская, никогда в жизни не производилась в Америке, да, то есть, мы тоже. И, ну, это еще раз говорит о том, что, да, вот, как бы они оставили вот эти бутсы, и до сих пор производят их в Германии. Блин, это же реально круто. Да, это круто. Это настоящее наследие, то есть, и классно, то, что такая огромная компания. Заботится о подобных вещах. Помнит, как крайней мере. И это, как бы, ну, и вот почему мы решили Копа, да, то есть, в этом слове, да, в этом, в этих бутсах, наверное, да, в этом названии заложены какие-то ценности. Во-первых, это история, это труд этих людей, которые создавали этот бренд, создавали этот продукт и создают его, да, это качество, которое с годами не меняется, и люди выбирают и делают выбор в сторону качества, в пользу качества. Ну, и какое-то постоянство, стабильность, комфорт этого продукта, оно переносится на нашу компанию. То, что мы делаем, то, что, по крайней мере, мы стремимся делать, это давать качественный продукт людям, давать сервис. И у нас уже, какая-никакая, но есть история, 11 лет все как-то, как правильно, можно назвать, да. Ну, это глубоко. Ну, да, это одна треть, в принципе, независимости Казахстана. То есть, и так брать, поэтому, да, это достаточно. Ну, кстати, последний, последний размер сейчас, пока их поступлений не было, но это вот... У вас тоже их раскупают, да? Это вообще, это бест. Вот футболисты, которые люди, которые ее ценят, ну, знаете, как бегун, да, который вот там за какой-то моделью там, например, гоняется, не знаю, как выборовал, какие-то, да, то есть футболисты, особенно ветераны, они, в принципе, и если переходить к бегу, наверное, изначально была идея сделать в Казахстане, привезти в Казахстане, аккумулировать вот какой-то топовый продукт топовых компаний в сегменте выше среднего, ну, потому что в магазинах, там, в тех же, например, магазинах Nike, да, всегда продается какой-то базовый продукт, это, если мы говорим, по модели, то есть, Nike, это Pegasus, если это, если это Addiq, то это Supernova, там, да, или Ультра Буст, какой-то коммерческий продукт, если там, ну, условно говоря, это Хок, это Бонди, там, или Клифтон, а что-то выше, да, то есть, весь, весь там карбон люди обычно приобретали и покупали всегда на e-comi, да, то есть, на сайтах, короче, иностранных каких-то компаний за рубежом, то есть, и вот, идея была изначально, то есть, импульсом, первым стартом открыть, почему пойти в бег, ну, во-первых, потому что мы сами бегали, у нас много ребят бегают, и я сам люблю бегать, но так как наш бизнес связан со спортивными товарами, спортивной экипировкой, блин, давайте сделаем, как бы мы привезем реально альфа-флай, ну, то есть, вот не было альфа-флай, то есть, а еще помните, года три назад, да, как раз вся эта история шумела, да, то есть, вот это было брейки-то, да, да, кипчоги к двум часам, да, там, к выходу из двух часов на марафоне, и альфа-флай, они были каким-то таким, ну, алмазом, не знаю, за которым все гонялись, но его реально не было в Казахстане. Не было. И мы, как бы, взяли и привезли альфа-флай, мы находились тогда, открыли магазин, он находился в цокольном этаже, как раз вот на Толюби-Памфилово, со стороны улицы Памфилово, там, не доходя Толюби-Снези, все эти, и в этом подвальчике в таком вот, ну, реально небольшом помещении продавались альфа-флай, вот в Казахстане, которых в Казахстане не было. На минусочке одни из самых дорогих кроссовок сейчас. Да, да, ну, то есть, не привези под заказ, да, то есть, мы не хотели играть вот в эту историю, там, типа, как бы, там, закажи и привези, то есть, какой-то глобин, то есть, мы хотели конкретно сделать понятный процесс, чтобы человек пришел, померил, пощупал, да, вот здесь и сейчас, то есть, не под заказ, и купил этот продукт, ну, впоследствии там подкрутились какие-то инструменты в виде рассрочки, там, не знаю, Каспередов и так далее, и тому подобное. Вот, ну, и, собственно говоря, мы пошли по этому пути, и сейчас там, где мы ездим, это результат того, что мы делали эти три года. Да, это довольно классная история, потому что я помню, то, что я начал бегать в 2019 году, ну, и куда ты идешь, когда выбираешь обувь, ну, то есть, да, банальные там ритейлы, спортивные магазины, то есть, найки заходишь, а не, да, заходишь, даже в 2019 году там был очень маленький вообще ассортимент, в принципе, бегового будет. Там даже в одно время я помню точно то, что даже в найках нельзя было пегасу купить, то есть, и там я помню то, что в андрармур вообще пошел, вообще почти что не беговые купил первые свои кроссовки, и в них половинку побежал. Я тоже в 2019 году, когда начал искать себе беговую обувь, обошел на Adidas и найки, не нашел ничего, ну, по размеру подходящего, и купил вот эти Reebok вот Райт Энерджи, хорошие кроссовки, но потом они стали что-то дорожать, дорожать, но я не думаю, что они соответствуют сейчас своей цене, потому что они как будто завышают. А вот раньше, в году 1920, они прямо, качество, цена у них была очень крутая. Да, и вообще, в принципе, это вот прикольная компания, Reebok, но если так поговорить о ней, то есть, я фанат UFC был, то есть, я вообще кайфовал от них, когда они там, мой любимый условно боец там выходят, разминается-то еще, вся форма абсолютно там брендирована. Ну, да, но жаль, что у них, они в беговом направлении не развиваются сейчас. Да, основе есть, скажем так. Ну, вы же знаете, да, что Reebok приезжал Adidas? Да. В 2005 году, то есть. Это всегда интересно. Ну, я просто все это учил. Зря, что ли, да? Да, да, в 2005 году компания Adidas продала компанию Salomon, если кто-то не знал, что Salomon тоже раньше. А, это я не знал. Вот, и купил Reebok. А получается, сколько, два года назад они продали Reebok. Да, поэтому сейчас они барахлят, но мне кажется, сейчас, в принципе, ренессанс происходит вообще, в принципе, там, всех брендов, допустим, Mizuno, как стерильного своими новыми моделями кроссовок, то есть, они сделали какой-то вообще космический дизайн, вообще непонятный. Что это, да? Кроссовок стартовый без пятки. То есть, кстати, кто-то, ну, вы пробовали? Я просто не... Нет, я тоже еще не... Да, я видел, что она в них бегала, но я их тоже еще не слышал. Ну, я только отзывы читал, и эти кроссовки точно не для верителей. Они вообще разрешены? Разрешены. Они сделали по-хитрому, то есть, дроп всегда считается, ну, вортоатлетик считает по пятке, а они дроп сделали посередине. То есть, у них превышает, там, 50 миллиметров, но... Да, но не в том месте, поэтому они разрешены на официальных садов. То есть, такой они нашли выход, в принципе. Да, и то, и то, и то не всем заходит, короче. Но они выглядят необычно. Космически. Ну, вы, может быть, видели, у нас есть тоже выше этим самые топовые кроссовки у Пуны. Да. Они тоже выглядят очень необычно. У них каблук такой, знаете, здесь есть перед, есть каблук. Получается для своего стопы, как бы, ну, ничего нет, только вот переходная часть, там, пластины, это карбоновые и промежуточные подошвы нет вообще. Да, кстати, да, они представлены в копе. У меня как раз глаз на них упал. То есть, да, зелененькие. Там еще розовые были такие, типа розовых, фиолетовых. Да, можно, в принципе, зажечь на стартах весной либо осенью, прям сделать свой личник прям. Для перформанса они отлично подают на самом деле. Ну, как раз таки, вот мы сейчас говорим про дефицит, да, когда мы искали кроссовки. И как не тебе задать вопрос, почему, в принципе, вот бренды Nike, Adidas не так сильно развивают там беговую экипировку у нас в Казахстане. То есть, почему так мало ассортимента у них? Особенно в текущем положении, когда они ушли с российского рынка. И казалось бы, вот он хаб Центральная Азия, вот тебе захватывает рынок. Ну, я, наверное, тут не расскажу каких-то откровений, там, да, здесь я вообще не сторонний, там, теории заговора и так далее. Я абсолютно в бизнесе иррационально подхожу к вопросам всем. Это исключительно бизнесовая история. У вас есть магазин с какой-то некой площади, например, торговой 200 квадратных метров. И вам нужно поместить туда тот продукт, который будет продаваться, ну, приносить вам, приносить вам деньги. Вы, как предприниматель, вы должны эффективно распределить, сегментировать вашу, так называемую, матрицу магазина, исходя из тех категорий, которые, ну, там, продаются классно, например, да, которые будут вам генерировать деньги, да. Каким бы спортивным бренд ни был, но все равно большая часть денег приходит в категории, так называемого, лайфстайла, не знаю, там, NSV, да, вначале это называется, нон-спорт, то есть это, это Air Max, если мы говорим про Nike, там, это, ну, те же Ultra Boost, на самом деле, беговой кроссовок, но по факту он так себе беговой, да, то есть, он больше топового и старого кроссовок. Батидас это и Originals, да, это... Ну, блин Originals, да, вообще топовые кроссовки. Поэтому бег, однозначно, он приносит деньги, но чтобы вот поместить, условно говоря, в эту торговую площадь, тот товар, который будет вам приносить прибыль, вы всегда стоите перед выбором. А что же туда поставить? Ну, то есть, у меня есть выбор поставить, например, какие-нибудь Sambo, да, там, 1-2 сектора, либо увеличить линейку Бостонов, не знаю, все цветы привезти. Ну, Sambo будет продаваться лучше, да, то есть, потому что бег придет покупать только бегун, а кроссовки это наши, но это наша жизнь, это наши. Ну да, они все нужны. Да, не ходят и бегуны, и баскетболисты, и борцы, и просто люди, и женщины, и пенсионеры. Поэтому, конечно же, линейка бега, она в монобрендовых магазинах, она лимитирована. И, в принципе, бренды качают эту историю беговую именно с точки зрения продукта через спортспециалистов, коими являемся мы. То есть, мы фокусируемся на определенных видах спорта, в нашем случае это футбол и бег. И, ну, Lifestyle тоже у нас есть, у нас просто нет аккаунта в Инстаграме, но он есть у нас на сайте, он продается у нас в e-com и на Marketplace. Вот, и такие компании, как мы, мы уже берем, словно говоря, эту линейку, ну, практически все широко. Потому что мы выбрали свою концепцию, мы выбрали свое направление, и мы как бы идем в эту историю осознанно и заказываем, заказываем больше ассортимента и, соответственно, работаем на то, что вы бегун, пришел к нам. То есть, мы запускаем кирптаргет и делаем подкасты. Адидасу, конечно же, или там другим каким-то брендам, монобрендам из там Under Armour и так далее, они ставят тот продукт, который будет продаваться шире. То есть, я говорю, и самый продаваемый продукт, да, в Адидасе, это хлопковый черный спортивный костюм. Да, как бы вы не любили там карбоновые кроссовки или там, да, или что-то этот, но вот суровая реальность бизнеса показывает то, что там черная футболка там или черный этот, он продается больше всего. Бизнес ничего еще. Да, ничего лично, да. Когда ты сначала идешь, так в этой истории, так, о, блин, круто, смотрите, какие-то классные цвета, какие все ярко, давайте закажем, инвестируешь это в свои деньги. Ставишь это. И работаешь полгода, да? Поэтому уже начинаешь понимать, да. Да, в ритейле делится сезон на два, да, то есть Spring, Summer и Fall, Winter, зима, лето. Восемь. Да, в смысле. И когда проходит полгода, и ты у тебя, не знаю, там, 80% твоих классных, ярких футболов остаются на полках, ты понял, что что-то здесь не то. Я что-то, наверное, дальше так не смогу робиться. Да. Поэтому такие спортспециалисты, как мы, мы как раз таки работаем с этим продуктом, и драйвим, и выкачаем, и развиваем. То есть и брендам, в принципе, интересно развиваться в эту сторону через партнеров. Они сами заинтересованы в этом, да? Да, если бег, ну, если бег еще, у него есть какая-то доля процента, ну, достаточно хорошая, да, то есть монобренды, магазины то футбол, это супер узкая история. Ну, то есть типа футбольные бутсы, они, скорее всего, их никто не поставит, адидас никогда не поставится в магазин. Ну, в ближайшее время там, и найки. Ну, вы сами можете видеть, что вы не увидите просто футбольные бутсы в магазине спортсмены. Ну, кстати, возможно, я не обращал внимания, но возможно. Ну, да, то есть если беговой кроссовок еще стоит, то футбольного нет. Да. Потому что еще уже сегмент. Даже так, ну, да, да, потому что беговые можно даже, ну, на посиневку взять, условно, да? Ну, и нужно отметить то, что, в принципе, вот бутсы, они делятся тоже по классам, там, условно, там. Да, да. Для профессионалов, там, отдельный класс, для любителей другой класс. То есть, и, соответственно, там цены тоже разнятся. Ну, а в зависимости от технологий и от материалов, с которых они изготовляются. От веса, опять же, да, то есть в спорте, в принципе, есть основные критерии, которые, ну, в зависимости от спорта, играет важную роль, там, результаты, для достижения результата. Если мы говорим про кроссовки и про бутсы, пробовать, то это вес, да, наверное? Это очень решающий фактор. Да, потому что нужно бегать быстро. Ну, и, если там бежишь тревать, нужна подметка агрессивная, это там трекинга. Да. Шипы, какие-то грибы. Если ты в футболе, то тебе нужны бутсы, там, в зависимости от того. Пошел дождь, там, ты должен надеть определенные, с определенными шипами. Да. Более металлическими, более тяжелыми, чтобы они... Выгрызались. Вырезались больше, были более стабильными, там, да. То есть, если, наоборот, ты играешь на каком-то искусственном газоне, то тебе нужно больше шипов, более легкие, и больше цеплений, да. Вообще, то есть, как вообще выстраивается работа с такими большими брендами? То есть, мне вот эта сторона интересна, то есть, такая, ну, в принципе, вообще, то есть... Потому что всегда есть соблазн, да? А может, тоже привезти кроссовки, да? И надо заняться. У всех, что здесь, блин, буду я кроссовки продавать. Ну, мой вопрос, то есть, о другом. В принципе, я вообще... Кроссовочный гик, я просто ношусь по кроссовкам, то есть, у меня огромный... Это моя болезнь, на самом деле. То есть, у меня огромное количество кроссовок дома, и она просто стоит, хранится. То есть, я некоторые пары просто несколько раз даже одевал, и все, то есть, поставил. Фетиш такой, да? Стоит, и все, я доволен, на самом деле, и мне хорошо. Но, то есть, мы сейчас в Алма-Ате, и на самом деле, на глобальной карте, то есть, это маленькая страна. Ну, нет, я имею в виду не территориально, а просто по влиянию на весь мир, то есть, не такая большая... И по рынку, да. И по рынку, то есть, да. То есть, как выстраивается работа тут? Ваши, не знаю, там, менеджера есть, которые вызывают, там, не знаю, какие-то поездки, может быть, чтобы увидеть новые модели, кроссовков, презентации какие-то. Как выстраивается работа? Вот, мне интересно, то есть... Или можно просто позвонить, алло, это Adidas, у меня магазин, все, давайте, тысячу парню визита. Так сделать нельзя. К сожалению, наверное, других людей, к счастью, к нашим, да? Ну, потому что, да, изначально, иначе бы каждый, кто хотел бы, мог там позвонить в бренд, получить какие-то коммерческие условия, ну, и начать продавать, заниматься там бизнесом. И на самом деле, эта история, это то, что сейчас происходит в России, да? То есть, когда нет никаких правил игры. То есть, бренды ушли из этого рынка, из этой страны, а бренд является не только поставщиком, но еще и контролирующим органом, который обозначает правила игры. Государство тоже говорит, ребята, погнали вперед, зеленый свет, вздите, что хотите, параллельте, да? То есть, мы с вас будем спрашивать. Adidas, Nadi, там, Puma. Вот. И это, на самом деле, плохо для бизнеса. С одной стороны, ты можешь привести что угодно, там, по каким угодно ценам. С другой стороны, нет никаких правил игры. Кто-то может допинговать. Да. Может, там, дороже ставить. Вот. Как у нас это развивается, да? Мы ездим на предзаказы два раза в год, не ежегодно. В основном ездим, но где-то можем заказать, например, из каталога, потому что уже продукт знаем, но, конечно же, лучше приехать, увидеть эти образцы вживую. А где проходят предзаказы? В зависимости от штаб-квартиры, от офиса, да, того или иного бренда, который, ну, и привязки к региону. Если мы говорим, например, про Adidas, то сейчас Казахстан является частью рынка и штаб-квартира находится в Дубае. Два раза в год мы летаем в Дубай. Полезно. Весной, в конце весны и осенью. Сейчас для казахов слетает в Дубай, как до Шимкента доехать. Там очень жарко. Мы как раз были с Тимуром, в 23-м году мы полетели в начале июня, и мы такие воодушевленные. Все, давай полетели, давай пробежимся, короче. Мы в гостиницу приехали и было часов 8 утра, наверное, и уже было 35, вот так. Короче, это невозможно. Мы больше не бегали, потому что мы пробежали там 3 или 4 километра, это был какой-то... Просто так облились, да, потом. Ну, тяжело, реально тяжело, то есть дышать, тяжело на грустке. Не, конечно, 35 градусов. Это еще 35 градусов, она поднимается, это не вверх. Да, все равно еще есть влажность, и влажность, и возле океана, да, там, море. Поэтому, да, вот отношения устраиваются так, что мы приезжаем в бренд напрямую, выбираем товар, который мы хотим разместить в следующий год. И, собственно говоря, размещаем заказ, платим там определенный депозит и ждем, когда товар произведется. Вот, поэтому залететь, ну, зайти туда, да, как бы залететь, наверное, ну, то, наверное, точно не получится тогда просто так, как бы, чтобы давать, как бы я тоже буду, потому что это определенное, нужно соблюсти условия, иметь определенную историю взаимоотношений, то есть, ну, всегда бренд смотрит, кто ты, да, то есть, как ты позиционируешься на рынке, какой маркетинг ты делаешь, там, если у тебя сайт, не знаю, если у тебя магазин, вот, и, конечно же, им важно работать там с надежными партнерами, которые впоследствии выкупят свой заказ. Смысл в том, что нет какого-то некого большого остатка товара, товара, который ты можешь взять в любое время и выкупить. То есть, ты заказываешь наперед, вот мы разместили заказ, через 7 месяцев он приходит, и мы его гарантированно выкупаем. Таким образом бизнес становится для бренда не рискованным. Они обезопасиваются, да. То есть, мне вот это очень важно было. Ну, мне просто интересно было выслушать, потому что, ну, я люблю такую операционную работу, капошиться там. операционная работа, да. Да. А тогда, окей, если выкупается всё заранее, с эксклюзивными моделями такая же история, вот, допустим, Adidas выпустила, кажется, если не ошибаюсь, 500 пар модель Праймиксов. Да, Праймиксов. Нет, вот эти белые, которые 500 долларов стоили. А, язык, язык, которые, да. Я не помню, как это же модель называется. Да, беговая модель. Она недавно вышла. Она, африканка бежала в них, да? Да, к сожалению. Сейчас скажу. Или Adidas Pro, или что-то? Там что-то, что-то два было, или X было. Нет, там Adidas Pro было. Нет, нет, там, это вот такая, какая-то модель была. Я забыл, кто бежал. Африканка девушка бежала, там она что-то суперклассно пробежала, и там вот, да, было описано, что вот какая-то эксклюзивная модель, это 500 пар. Оно рыщет, кажется, да? Сейчас, да, я ищу, потому что я сейчас хвалюсь, что я кроссовочный гек и не знаю название. Water Ego. В идее, зайди нормально. Да, а вот, Adidas Pro Evo 1. Во, 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 Evo. Evo, да. Ну да, это так называемые аллокации, да, как мы это называем, как бренды это называют. Вообще с ними интересная история, на самом деле, потому что, например, тот же Nike ограничивает и выделяет на определенный рынок только определенное количество. То есть, ты не можешь взять и заказать 500 альфа-флайф. Прикольно. 150 альфа-флайф в Казахстан. Ну, потому что продукт, он сегментирован, он очень уникальный и это своего рода такой инструмент, чтобы вокруг него создать такую атмосферу. Да, искусственный ажиотаж небольшой. То есть, если это будет что-то массовое, то это уже не будет такое интересное. Все будут знать, что можно в любом заказать. Закажите по предзаказу, например, и на Казахстан даются прям реально очень небольшие количества. Десятки пар, там, всего 30-20 пар. Так что, если у вас есть такая обувь, то вы уникальный человек. Ну, она реально разлетается, то есть, прям быстро среди бегунов. Это имиджевый продукт, он не массовый, то есть, ну, потому что, ну, это, знаете, как можно это провести параллель, как, какое количество, какие люди и какое количество людей бежит в марафон. То есть, сколько из 12 тысяч, например, за вега элита бежит. Ну, человек 20, я не знаю, там, 30 раз. Да. Ну, то есть, вот это вот аллокация, да, типа, вот это вот эти, вот эти элиты, типа, это, грубо говоря, вот эти там. Кому они, в принципе, и нужны. А остальное, там, 10 тысяч, это Pegasus, это, Boston, Supernova. Ну, стоит отметить, что в копе всегда можно актуальные там топовые кроссовки карбонов, тот же Alfa Fly, Vapor Fly, Adidas, сейчас приехали, блин, Adidas, и как мне нравится. Вообще, что за дизайн начали делать Adidas? Не, мне Adidas всегда нравилось, но вот последние, когда они SL-ки переработали, когда они Pro-шки свои третьи выпустили, вообще круто. SL-ки прям реально стали очень красивыми. SL-ки, блин, они раньше были какие-то, знаешь, посредственные, да, да, а сейчас они вот именно стали больше походить на вот, на вот, на Pro-шку, типа, с заявкой на что-то быстрое, как будто бы они стали такие, если Ана Вару Nike нравится, я фанат Adidas, будь у меня желание, вообще пошел и полностью взял, а Adidas садился и ходил бы всю жизнь. Ну, это, наверное, закономерно, потому что это все-таки топ-2 добрый брендов в мире. Да. Они уходят в топ-3, как минимум, да, и в беге тоже всегда мы ориентируемся и смотрим на какие-то лучше. И результаты тех бегунов, которые сейчас показывают вот в Японии, в Японии, да, там, последний забегу, 2-2-0-6, 2-0-6, быстрее, 2-0-4 секунда. Секунда там, в такую месенную, да, он... Да. Это сильно. Да. Ну, нужно отметить, что он весит 48 килограмм. 44. 44 килограмм, да, очень худой, поэтому, в принципе, он может пробежать в этих кроссовках. ну, допустим, я в том году, в 23-м году в таком месенную бежал половинку, у меня потом стопы болели, если честно. Ну, это должна быть подготовка. Да, поэтому стопы должны быть готовы. Галеностоп, да, в движении укрепления будет там сильно хорошо. Да, в принципе, любые кроссовки, то есть, ну, по уровню нужно брать. Это такая рекомендация. Да, это не то, что рекомендация, это, наверное, больше обязательное к выполнению, потому что, ну, это может привести к травмам. Вплоть до травм. Поэтому это очень настоятельная рекомендация. Привет, друзья, мы находимся в магазине Копа-Стор, и со мной Тимур, управляющий и ответственный за возничный бизнес Копа-Стора. Всем привет. Привет, Тимур, расскажи, пожалуйста, нашим зрителям вообще про то, где мы находимся, что это за место такое. Мы находимся в магазине Копа-Стор. Ага. Какие-то... Это наш флагманский магазин, да, в городе Алматы, в котором можно купить классную обувь, сделать кастомные стельки, подобрать крутые акселары для бега. Вот. Настасовно, да? Кастомные стельки, беговая классная обувь. Самое главное. Вот по поводу беговой обуви. Ты сам бегаешь, да? И вот как твой опыт бега, опыт именно в спорте помогает определяться с... То есть с тем, что вы ставите на полке, с тем, как вы это преподносите вообще с идеологией магазина? Ну, как это влияет, соотносится? Сто процентов это очень влияет. Ну, как бы тяжело подбирать обувь, не разбираясь с ней, не зная продукт. У нас в команде большой опыт в работе в спортивных компаниях. Я начинал в компании Adidas работать, очень много работал с продуктом. Я думаю, Макс об этом рассказал. Да. Вот. И, как повторю еще раз, без опыта очень сложно подобрать кроссовки. И наш опыт нам помогает на этапе формирования матрицы магазина, какой продукт нам будет представлен на нашей полке. То есть, изначально на этапе идеи уже, то есть, есть понимание продукта, есть понимание более клиента, подобные вещи. Сколько раз мы не заходили, мы всегда с ребятами, вашими консультантами, всегда говорим про кроссовки, про Adidas, что там здесь супер Бостон, у них там, не знаю, карбоновые трубки, классная пена, у Пумы там, не знаю, новая пластина какая-то. Я к тому, что здесь все ребята все знают вообще про все, они расскажут, подскажут. Как вы поддерживаете такой уровень компетенции? Ну, здесь все просто, мы на этапе подбора ребят в команду уже закладываем то, что нужны сотрудники, которые хорошо разбираются в спортивной экипировке, в частности, ну, в обуви. Если, допустим, футболку не так сложно подобрать, то правильно подобрать кроссовок, кроссовок, да, это очень важно, качественно подбирать, потому что это травмоопасно. Да, согласен. Наша, как бы, ключевая цель это не просто продать кроссовок, да, подобрать правильный кроссовок покупателю, чтобы он, ну, бегал в удовольствие, да, и захотел просто вернуться к нам в магазин потом. Чтобы он не был его первой, последняя пробежка. Ну, с того, с того, с того, смотри, такой вопрос, чем ваш магазин отличается от других таких, какой уникальный опыт покупатели могут получить конкретно у вас? У нас покупатель может подобрать себе все для бега, начиная от обуви, от кроссовок, носки, носки, стельки, полную экипировку, полный лук собрать, все аксессуары и там, вплоть до питания. Очень круто. еще что-нибудь. Я вот вижу, здесь такая штука красивая есть. Какие-то основные стельки. Да, станция Седас. Она делает особенные стельки. это уникальные стельки, которые подбираются, изготавливаются прям под стопу покупателя нашего. то есть они приходят, сейчас под снимем, там, то есть он приходит, человек садится и у него полностью по ноге, по стопе вылепляется. Очень крутая вещь, у меня есть одни такие, как минимум рекомендую попробовать. Если, может быть, вам не зайдет, но попробовать, я думаю, стоит себя. Седас уникальная компания, на самом деле, есть два продукта у них классных, это стельки Трифит, которые уже предподготовленные, то есть они подходят достаточно многим, многим. Универсальные, грубо говоря. Да, они универсальные, они также подбираются по своду стопы, стельки, есть три вида стелек, там с плоским сводом, со средним и высоким сводом стопы. Есть люди, категория людей, у которых там, ну, более там особенные стопы, которым нужны уникальные кастомные стельки, которые мы делаем. У меня плоскостопия, причем довольно такой, сильная. И для этого мы как бы привезли Седас, кастомную станцию для изготовления этих стелек. Ну, то есть мы не пошли в эту историю сразу, мы получили опыт, опыт с предподготовленными стельками серии Трифит, научились продавать их и пришли к тому, что делаем кастом теперь. Очень круто. Советую, Павел, один из наших последних вопросов. Как часто вы слышите от клиентов слово «дорого»? Такой болевой вопрос, да? Коммерческий, невозможно, немножко, но для аудитории возможно болевой. И как с этим можно работать? Как магазин с этим работает? Да, как бы вопрос, вопрос классный. Слушаем ли мы часто дорого? люди говорят дорого, но классный продукт, оригинальный, хороший продукт, фирменный, он будет стоить всегда там денег, потому что в разработку любого кроссовка, да, бренда, они вкладывают деньги, то есть невозможно там сделать там раз и сделать быстрых кроссовок, да, и он будет стоить там 10 раз дешевле. Причастливая какая-то история, на которую тоже там затрачивать какие-то ресурсы. Да, и как магазин с этим работает? Ну, достаточно просто надеть хорошие кроссовки, пробежаться на дорожке, поставить стельку, ну, как бы покупатель ощущает, ну, действительно, что есть разница. и еще, возможно, да, всякие рассрочки и прочее, которые упрощают жизнь. Однозначно, то есть почему удобнее покупать в магазине кроссовки? Как бы я знаю, сейчас там активно там, различные сервисы, глоббинг есть, где можно заказать там кроссовки, они даже чуть-чуть дешевле, да, сюда приходят, но чем это чревато, это может быть размер, да, невозможно угадать. Я сам там, я 14 лет в этой индустрии, я знаю свои размеры, но каждый раз мне приходится померить, потому что, ну, можно не попасть с размером. Плюс в магазине можно оформить рассрочку. Вот, это же очень крутая штука, что. Есть рассрочка на 3 месяца, это стандартная, в принципе, да, там, Каспий дает ее. Очень часто акции там 12 месяцев можно прийти, собрать лук, разделить на 12 месяцев, как бы это абсолютно нормальная история, там, да, раскидать на там на 12 платежей, там, то, что ты хочешь приобрести сейчас. Круто, круто. Мы в целом вам сейчас покажем еще, что есть в магазине, но вы приходите сюда лично и убедитесь. Кстати, можно здесь будет пробежать на беговой дорожке в тех кроссовках, которые, возможно, вы хотите там выбрать свою десятку, 21, марафон, пятерку, прочее, прочее. Прям прийти, затестить, возможно, там, стельки подобрать себе. Такое, они везде есть, поэтому пользуйтесь, пока это доступно. А вообще, заговорили, заговорили, все, поехал. Заговорили про движуху вокруг бега, и, ну, она сейчас в Алмате начинает выходить на вот такой более, как непрофессиональный уровень, но масштабный, он начинает освещаться, там, есть, появилось токены, еще там, какие-то лидеры мнений, которые выходят на большой аудитории, ну, соответственно, идет больше охват. Как вы, во-первых, пришли к такой идее тоже поддерживать, да, тусовку беговую, и вообще, что за этим стоит, за этой идеей стоит? Ну, изначально, когда ты идешь в эту историю, да, сейчас дополню, просто потому что, ну, почему я сказал, что стоит за этой идеей, ну, может показаться снаружи, как будто, какой смысл беговому магазину просто что-то там делать, они будут магазины, магазин продают, зачем им куда-то лезть, там, еще дополнительно эти движения лишние делать, рассылать. Вот поэтому я хотел, чтобы... Изначально, когда мы выбирали этот путь, то есть, да, идти в футбол, там, бег, и, ну, сейчас говорим про бег, то понимали, что, конечно же, нужно будет делать что-то, какие-то ивенты, ну, может быть, не самостоятельно, как минимум, участниками быть этих ивентов, и, ну, вот Копоран, тот забег, который сейчас мы говорим, он явился, то есть, ну, закономерностью, стал закономерностью того, что происходило до этого с нашей компанией, с развитием нашего магазина. Когда мы появились на, там, таком беговом, скажем так, небосклоне, да, там, продуктовом нашей страны, мы постоянно рассказывали о беге, как раз, ну, привезли вот эти крутые, там, кроссовки, привезли много карбона, и люди начали говорить, копа-клопа, люди начали узнавать, вот, и мы понимали, что, как бы, как скажем так, температура растет, и должно что-то родиться, да, то есть, назревает, да, что-то назревает, но, случилось это все, опять же, достаточно закономерно, эволюционно, наверное, то есть, не было какого-то мозгового штурма, так как мы, в принципе, взаимодействовали с Алматы-Марафоном, нам это было интересно, то ребята вышли к нам с этой инициативой заменить забег, весенний забег, получается, на что-то новое, интересное, и родилась идея у них, родилась идея сделать забег на стадионе, то есть, на короткой дистанции. мы, как бы, компания, которая за любой кипиш, поэтому мы долго думать не стали, вот, и сразу вписали всю эту историю, подержались туда, ну, то есть, реально, ни секунды, мне кажется, не думали, то есть, мы понимали, что это круто, это прикольно, вот, опять же, интересно делать что-то новое, быть рядом с бегунами, с людьми, непосредственно, вот, в прямом контакте, это клево, и, опять же, мы сделали что-то уникальное, то есть, может, ну, я сейчас просто понимаю, да, типа, наверное, какой-то пазл сходится, то есть, мы привезли там, много карбона, каких-то уникальных кроссовок, здесь опять мы сделали, поучаствовали в том, чего раньше не было, то есть, ну, были забеги, а вот здесь появился стадионный забег, и нам оказалось интересно, как раз поучаствовать в том, чего не было никогда, с одной стороны, это было рисково, потому что, ну, какие-то процессы были, да, не отработаны там, но с другой стороны, это было клево, это было интересно, то есть, небольшое количество людей, там, по-моему, первый год, 600 человек, около того, да, что-то там слотов было продано, вот, и сотка, и, ну, выход из, из митсизона такого, да, из зимнего, из бегового, как раз то, что нужно, как раз то, что нужно, чтобы ты там, после силовых, там, периодов, показал быстрый бег, почувствовал опять скорость, после этих зимних силовых, очень прикольно, как бы, свои темповые тренировки, фортлейки, да, какие-то там отрезки, уже упаковать, ну, в какой-то понятный формат, то есть, когда ты сделаешь это в рамках тренировки, это все остается в рамках тренировки, в рамках, в рамках тренинг Пикса, либо Гармина, да, а тут, как бы, то есть, ты уже выходишь конкретно, с этой базой на старт, ну, на реальный старт, за который получаешь, но еще нужно отметить тот момент, то, что ты, ну, у меня лично первый раз, когда я участвовал на Копе, ощущение, то, что ты соприкасаешься, вот, реально вот соприкасаешься, с легкой атлетикой, потому что, трек, да, первый раз, когда то слово легкая атлетика, у тебя сразу в голове, в первую очередь, не знаю, Усейнбол, стадионный Бека, сто процентов, да, там, три тысячи метров, полторы тысячи метров, четыреста метров, четыреста, да, зрелищные, быстрые, финишируешь, у тебя там все горит, легкие горят, это вообще, первый год место забыл, второй, второй место получилось, Саша убежал от меня, Семенов? Да, Семенов, Саша, я сюда смотрю, Саша, может, ты здесь? Монтали, да, на самом деле, плюсов там много, можно искать, да, я сейчас просто тоже накидываю, что это же еще та история, когда ты своего соперника, ну вот он с тобой всегда, да, когда ты бежишь какую-то десятку, там, или этот, или морфон, твои, ну, могут сменяться, тут бежит, как толпа, пачка одна поменялась, вторая, вторая поменялась, одного обогнал, там, потом ты где-то отстал, тебя обогнали, а тут как бы, ты всегда видишь его, это как такой, ну, как бокс, так вот, то есть, все как бы, тут нет уже много других, и один ты, тут есть ты, и реально вот он, и вот он, и максимум еще таких 5, да, и максимум 5, и все, и твои соперники, они очень понятны, и очень осязаемые, вот они, как бы все, они не растворятся в какой-то толпе, вот он, ты его знаешь в лицо, ты с ними, короче, это ты с ними, да, это твой конкретный, да, это нереально зрелищно, и это такой вот, ну, прям в чистом виде дух соревнований, соревновательств, согласен, трек и дорожка, очень зрелищно, по сравнению, с половинкой марафона, уж, как бы мы их не любили, эти дистанции, но, короткие дистанции, это всегда зрелище, может быть, много футбола, да, в нашем подкасте, просто, опять возвращаясь, просто, когда, я первый раз пришел на футзал, я просто офигел, реально, насколько это крутая штука, с точки зрения динамики, то есть, когда большой футбол, смеш, большой футбол, это круто, но бывают игры откровенно скучные, ну, кациноли-ноли, какие-то там, вечные падения подкаты, там, по полу, по 10 минут, закрываются, но я пришел на футзал, это просто, какая-то перестрелка, ты просто, как на хоккее, да, такие скорости, такая динамика, то есть, какая техника, да, и вот, мне кажется, на короткой дистанции, да, то есть, соревнования, они вот про вот это, согласен, это такой, реально вызов самому себе, то есть, потому что, когда ты бежишь, наверное, к этой средней дистанции, там, десяток метров, ты можешь сделать всякие поблажки, даже если ты, ну, если ты любитель, понятно, что там элита выходит с целями, да, но когда ты бежишь, ты пробегу, пробегу, как бы, а тут ты уже, ну, блин, реально, тебя обгоняют, и ты все, хочешь не хочешь, ты включаешься, там, да, и в сопли бежишь, там, да, еще и большой плюс, то, что жилья яхту, он намного проще освещать и трансировать, да, нужно на велике 50 километров наматывать, да, стадион взять, да, это надо просто так, с велосипеда не надо падать, да, кстати, то есть, одна из, раз уж мы историями сейчас делимся, одна из таких культовых историй в биографии жилья, это в том, то, что, мы хайпанули в Астане, да, это наш, наш вообще проект начался с хайпа в Астане, то есть, Нурсултан был Виоломаршалом, и такая неприятная ситуация получилась, то, что он на старте взял у одного атлета гель, атлет просто ему передал, типа, она, подержи, то есть, условно, и старт уже начался, и забыл этот гель взять у него, и по дистанции, то есть, Нурсултан держится с лидерами, то есть, снимает, комментирует, и этот атлет, то есть, спросил этот гель, а, то есть, где-то на 13, и на 13, на 13, и, ну, что-то там без задних мыслей, как бы, дал, и это оказывается, на самом деле, ну, не положено правилами, и, позади бежал, кто там бежал, Тяпкин, кажется, Илья, Илья Тяпкин, да, увидел и рассказал, судьям, короче, вот там эта, подмога была, был тот человек, который на результат бежал, да, и явно там, ну, смотрели, и как раз таки, то есть, этот атлет, который дал гель, это был Даниар Ормангари, он первым прибежал, то есть, потом, не, не то, что первым, первым Ринаш, вторым, вторым прибежал, да, был условно, а потом этот вопрос поднялся, то есть, шумиха, непонятка, просто в инстаграме мы же ввели вот этот вот сторис, и на второе место они прям, жестко боролись, хорошо, кто-то отставал, потом догонял, и вот так вот конкуренция мощная была, и в конце такой факап, и Даниара, короче, диспотекция в отличие, просто даже, ну, не то, что там сдвинули, да, на одно место, да, его было полностью, да, но это был хороший прецедент, для даже элиты, для всех атлетов, для нас, и для Алматы марафона, то есть, это был шесткий, наконец-то, все начали читать положение, что можно, финишировал, там этот, метка же есть, провода закрывают, пластмассовые, как лежачий по лиц, я там снимал велосипед, короче, я управление, короче, этот, потерял, первое, этот, кольцо, первое колесо, колесо, короче, туда, я сел, укатилась, получается, первое колесо, вообще в другую сторону, и все подбежали, короче, и потом, это карма за гель, да, и комбо было такое, такое комбо фокапов, на самом деле, но я считаю, что это огромный толчок в наш рост, и респект, в принципе, Алматы Марафону, респект на тот момент, пиар-менеджеру, Айжан, Айжан, да, спасибо, Мачлав, то, что нас поддержали, то есть, и вышли на откровенный разговор, на диалог, и мы разобрались, и до сих пор мы, хорошие, в принципе, мы можем сказать, ну, явно можем заявить, то, что мы хорошие, такие медиапартнеры Алматы Марафона, потому что мы освещаем все события, они нам без проблем предоставляют медиакарточки, мы заходим на старт и прочим, веломаршевый. Это очень круто, не врубать какой-то, какого-то босса, там, жесткого, да, то есть, да, уметь, реально понимать, что, ну, что, всегда стоит выбор, то есть, сейчас включить какую-то жесть, да, и тогда, ну, у вас там, условно говоря, может пропасть там инициатива, и мы потеряем еще одну крутую команду, один крутой проект, либо сказать, ну, да, ок, там, как бы, погнали дальше, да, то есть, и вы делаете супер вещи. Ну, мы просто еще выявили минусы, да, чтобы там правила все это расписывать и так далее, то есть, даже в плюс это было вот этот вот инцидент. Да, до этого мало кто задумывался о том, что надо бы положение гонки прочитать, это правило все-таки, а вот теперь начали читать. Все к лучшему. Ну, да, и возвращаясь к стадионному забегу, там таких случаев точно не будет, там, некогда будет на 400 метров покормить. Ну, это самая сложная дистанция, 400-800, там, это самая рада. У тебя нет, мне кажется, стратегии, ты просто на все бабки бежишь. Страшные дистанции. Мадалу пить и только, и все. Терпеть, просто терпеть, выживать. Километр для меня, это самое страшное воспоминание. Просто все горит. Контрольные, да, километры? ты просто подвигаешь. Я не знаю, как это передать. Это нужно пробежать, на полный, на максимум, и ты тогда поймешь. Мы с Ержаном стоим сейчас в стартовой зоне, где пройдет Коп-Аран. Ержан, что мы сейчас делаем здесь? Сегодня мы с коллегами были здесь, на центральном стадионе, осматривали локацию, посмотрели точки расключения, питания, в каком состоянии находится стадион, что-то пересмотреть по сравнению с прошлым годом, посмотреть, какие точки были у нас проблемные, где что можно улучшить, ну и в целом посмотреть саму локацию. Локация, напомню, почему мы выбрали именно центральный стадион. Это единственный стадион в городе Алматы, который имеет международную сертификацию. То есть, если здесь бежать по первой дорожке, то это ровно 400 метров. И плюс само покрытие позволяет бежать быстро. То есть, в свое время здесь были установлены мировые, ну, мировые вряд ли, казахстанские рекорды, да, насколько я знаю. Следующий вопрос. Почему такая большая организация, как Алматы Марафон, которая делает массовые старты для всех любителей бега, обратила свое внимание на стадионы бега? Да, на самом деле, Алматы Марафон и стадионный бег связывают мое участие. Я, когда пришел в компанию, я сказал, что давайте проведем забег на стадионе с дистанцией тысячи метров. И я коллегам объяснял, почему это будет круто, весело, потому что я до этого сам участвовал в клубных соревнованиях. Я вот тренирую в школе Аллау. И мы провели на тысячу метров забег, и мне понравилась атмосфера, средняя дистанция, что нужно бежать быстро, все тебя поддерживают. И поскольку уже в Алмате была сформирована беговая культура, беговое общество, но не было подобных форматов, поэтому было принято решение предложить, посмотреть, как зайдет. И вот первый мы забег провели в 22-м году, и он прошел с успехом, и вот мы продолжаем. Касательно вот первого забега, 22-й год, у вас было несколько дистанций, но что примечательно, вы разделили кластеры, то есть у вас был кластер H и PRO, то есть в PRO бежали ребята, которые были, ну так скажем, более натренированные, ребята с профессиональным прошлым, почему такого нету в этом году? На самом деле, когда была категория PRO, это была одна дистанция тысячу метров, и там была возможность отделить профессионалов, то есть мы там специально сделали условия, как бы деньги, и, ну, за призы, да, то есть профессионалы пошли за деньгами, тем самым освободив призовые места в любительских возрастных категориях. Но когда мы на второй год добавили дополнительные дистанции, у нас было 100 метров, 400, полторы, три тысячи, и вот тут было непонятно, в какой дистанции ставить PRO, потому что набрать во все дистанции PRO 20 там или 8 человек, это нереально, поэтому мы убрали эту категорию, но в целом в прошлом году у нас было 168 призовых мест, поэтому даже если профессионалы забрали там 5-6 мест, то на тумбу попали те участники, которые никогда не попадали на других забегах на тумбу. Касательно дистанции в этом году, в этом году нету дистанции 400 метров и 1500 метров. Дистанции, ну выбор дистанции пал на 100 метров, 1000 метров и 3000 метров. Почему такой выбор? 400 метров мы посмотрели, в целом она не очень зрелищная, потому что участники на старте стоят по дуге, и если первый участник находится в этой зоне, то последний восьмой участник аж вон там вот, и как бы зрелищность пропадает, вот, почему мы убрали полторы и добавили тысячу, после того, как мы провели в первом году 1000 метров, а потом ее убрали, нам поступило очень много заявок и попросили оставить эту дистанцию, потому что для любителя проще пробежать один километр и понять его темп, то есть ему не надо из полторы делить там одну треть высчитывать, ему проще он может везде потом в любой компании сказать да я километр бегу там не знаю 2,50 как кипчоги целый марафон например, поэтому мы решили все-таки три оставить 1000 и 100 метров ребята тоже мы когда провели 100 метров непонятно было вообще сколько у нас спринтеров зайдет она не зайдет но ребята со спринт-клаба и из других клубов говорили что это очень круто и вот мы оставили 100 метров возможно в следующем году мы сделаем либо 200 либо эстафету какую-то придумаем ну как бы сам старт он такой живой мы его будем постоянно смотреть что заходит что нет и менять насыщенный такой старт хорошо с этим разобрались следующий вопрос раз уж ты основатель этого забега так нескромниче назовем какое ты будущее видишь Копарану будущее вообще хотелось бы его провести вечером когда не будет дневного света и включить прожектора это будет очень зрелищно плюс я видел некоторые организаторы которые в Европе проводят в темное время суток у них на финише всякие фейерверки то есть хотелось бы так но пока к сожалению нет возможности ну и в целом хотелось бы его проводить в два дня просто аренда ну и само количество участников пока не позволяет это сделать но в будущем если будет много участников мы добавим много дистанции и скорее всего в два дня какое количество участников вы ждете в этом сезоне мы ожидаем 700 человек 700 человек 700 человек обусловлено это возможностью размещения стадиона либо еще какими-то причинами да то есть на большее количество за один день к сожалению сложно провести у нас и так ребята начинают монтаж делать в субботу до позднего вечера и мы сюда приходим в воскресенье рано утром там в 3-4 ночи и в прошлом году последний старт был в 5 вечера то есть мы больше 12 часов тут на ногах это все постоянно нужно контролировать смотреть считать награждать и как бы тяжело в один день на большее количество провести поделись своим мнением о работе с магазином Копа Ранс с брендом Копа они ну я думаю то что вы обратились к ним и они сразу же поддержали этот забег то есть каково это тебе работать ну со стороны организаторов да на самом деле когда я предложил идею сделал презентацию защитился перед командой команда меня поддержала ну как бы сказали окей нужно найти партнера как бы спонсора кто поддержит потому что большая аренда много расходов я посчитал смету получил сумму и начал думать кому этот забег будет интересен и буквально так совпало что примерно в эти даты ну в этот год скажем так открылся магазин Копа вот и я пришел к ребятам и сказал вот у меня крутая идея давайте вместе сделаем ее сказал сумма которая мне нужна им тоже понравилось и как бы они сразу сказали мы долго с ответом тянуть не будем и буквально на следующий день они мне ответили типа давай вперед и поэтому как бы уже третий год мы с ними с ними работать очень комфортно в плане да то есть я очень рад что они поддержали сам забег сам формат вот то есть все получилось благодаря им и нашим стараниям и в общем это хорошее такое партнерство какие у тебя есть пожелания участникам Копы и для тех людей которые еще не знают про сам забег я бы просто сам вот с удовольствием поучаствовал у меня дома лежат шиповки я их одеваю крайне редко и я вот на соревнованиях в них еще не участвовал и я вот прям это такой мазхев для тех кто много бегает уже продвинутый любитель и попробовать вот это каково бежать на соревнованиях в шиповках то есть это же максимально близко к профессионалам к легкой как бы к олимпиаде к всякому такому вот поэтому я всем советую не бояться средних коротких дистанций обязательно пробежать это максимальный драйв такой как это ну там тысяча метров это пять минут и ты и ты получил медаль вообще в принципе какой любимый спортивный бренд ух ты такой вопрос сложный блин ну конечно известно немецкий бренд конечно оставил на подкорке головного мозга какие-то следы и конечно люблю потому что благодарен ему этой компании той команде с которой работала потому что все что я умею научился базово да то есть пришло оттуда это реально очень крутой крутая школа вот но если переходить в объективность да то есть мы должны быть объективными потому что это история про эмоции но если ты работаешь с эмоциями то ты перестаешь быть объективным то есть объективно ну adidas помимо adidas есть очень крутые продукты есть очень крутые бренды и я бы сейчас сказал что это история цикличная потому что иногда какие-то бывают спады в дизайне да то есть ну например вот сейчас всегда сделать но реально клёвый продукт но были моменты когда они реально проседали не что-то ну то есть кто-то выходит другой например там появились вы и продать им все 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 да вот ну найти конечно это круто это ранен бренд то есть беговой бренд однозначно они никогда они будут инвестировать туда деньги они будут развиваться будет проводить исследования беговые то есть они будут развиваться в этом направлении мне нравится еще ну как бы лично что мне нравится это то что я испытал это салконе тоже привозим и я удивился потому что его не знал честно говоря у нас были в основном айдики там nike да вот эндорфин спит модель да ну вот как-то вот геометрически по анатомически да то есть пока лодки этот кроссовок не очень зашел явным половинки бегал десятки он супер легкий очень удобный вот салконе очень нравится хока ну блин честно говоря это реально сложный вопрос потому что бренде из модели и сложно спорить да с этим там той же альтре например есть эта история про как называется плюс надо получается да не просто недавно девочка из питера написала в инстаграме когда я выложил какой-то пост то ли про бутсы кроссовки она вообще это мастер спорта по легкой атлетике сама из кустаная родом сейчас живет давно уже ведь мы учились вместе в одном институте я на тренер побегу беговой клуб второе дыхание называется она не задала вопрос говорит у вас есть футболе что-то похожее типа как например сделала альтра да потому что ко мне приходят футболисты опять же да история футбол объекта какие-то которые заканчивают футбол начинают ну начинает бегать то есть ребята там занимались футболом либо профессионально любительски там закончили но спорт не оставляет и переходит в бег я сталкиваться этой проблемой потому что бутсы все они успеют узкие тянутые и у людей там просто стопа деформируется то есть вот ну какой-то каждый бренд до игры ищет какую-то свою фишку и наверное то что еще важно что они делают с точки зрения маркетинга маркетинга как они поддерживают соревнования то есть все равно это бизнес это большой бизнес это большие деньги мы можем это отследить по мейджорам то есть бостон это адидас да кто у нас там есть как-то почему-то у нас не зашел больше у нас как кэжуал ну да очень кэжуал крутой продукт а вот беги у них там карбон неплохой есть но вот это фреш-фом у них пена почему-то она как-то не очень среди тренировочных красот короче люблю все потому что ну правда мне правда интересен сам процесс интересен продукт потому что если бы это было не интересно то мы бы просто этим не занимались мы умеем продавать то есть умеем работать там с клиентами с товаром с партнером с партнерами но вот почему мы беги ну потому что и в спорте потому что нам это нравится я не могу продавать точнее я наверное умею смогу но не хочу продавать не знаю мит язык строительные материалы гипсокартон там да кока-колу просто что то есть вот мы продаем то мы занимаемся тем что нам нравится что мы любим поэтому все что мы привозим мы считаем что это интересно может быть интересным нашим покупателям бегунам любителям может помочь как достичь нам результатов либо попробовать что-то новое поэтому здесь однозначно вот это нет все что мы привозим значит если на это падает на шуба значит только нам нравится у вас весь ассортимент из оригиналов сто процентов да мы подходим к реплике то есть вы когда вот начинали вы могли бы пойти другим путем и завозить реплику и заплатить побольше рынок затрат как бы масс-маркет давайте очень легкий путь на самом деле можно провести на самом деле этот опрос данный как называется голосование реплика существует множество названий у этой истории да да почему-то все магазины придумали вот это слово реплика звучит не так плохо это реплика реплика заводской китай реплика заводской китай люкс реплика ну блин я отношусь к нему плохо парни как бы но это самообман я понимаю как бы мы понимаем что конечно люди которые покупают пегасу за 25 тысяч тенге там или альфа-плай за 30 тысяч тенге хотя я не знаю машин уже столько не стоит я просто мы в реальном мониторе скорее всего это не наша целевая аудитория потому что их не притянешь но если человек сделал свой выбор то есть мы можем заставить его то есть для него вот ок за 25 тысяч петли газ и не убегать ну мы в такие игры не играем никогда не играли играть не будет я думаю что люди просто как бы уже выдают желаемое за действительное при этом себя как-то обманывает ну вот эти аргументы все что они точно такие же что они по ощущениям точно такие же что там пена то что такая один простой вопрос ну зачем это досу что заклеить не но если они реально такие же но зачем вы слышали допустим не будут но он на им назовите там символ и просто другие ну да не ж такие же но как бы продать и такие же кроссовки крутые да как вы считаете зачем он слушать доклад или три полосы то есть значит не такие же поэтому отношение негативное есть ну вот говорю какие-то с точки зрения качества 1 да ну и с точки зрения просто интеллектуальной собственности потому что мы так или иначе все делаем какое-то дело наше ремесло вы делаете подкасты вы развиваете сообщество мы торговая компания которая предоставляет классный продукт на рынке казахстана беговой и мы идем тот путь непростой через трудности да чтобы заработать себе это грубо говоря если завтра там городе октау кто-то проведет подкаст и назовет его желеяк на ютюбе там выставит как желеяк заработать какие-то деньги просмотры с ютюба получит вам наверно будет не очень приятно что это мимо вас там ушло потому что вы вы уже какой-то бренд да то есть у вас есть имя вы делаете продукт да он не материальный там не ощутимый но это продукт интеллектуальной собственности поэтому это угодно это про уважение потому что ну не знаю можно книгу почитать там да продавец обуви там да и про адольфа дастера почитать ну то есть это люди которые создавали которые инвестировали в это свои силы энергию время деньги здоровье да где-то то есть не развивали этот бренд и ты такой приходишь блин на клею как бы сюда вот не на есть смотреть есть откровенные фейки пали китайская которая копирует есть китайские бренды типа x-step и там линии ленинга не рассматривали не смотрели на их сторону честно говоря нет я себе задавал этот вопрос потому что мы всегда и соблазнами типа китай рядом какие-то условия на хорошие дают но блин все-таки нет может пока что я ничего против них не имею то есть как бы да то есть эти бренды развиваются самостоятельно и они играют по-честному да да они точно так же просто они начали условно говоря со своего рынка но горю тут присутствует какой-то личный момент эмоциональный все-таки мне сложно делать выбор в пользу того что тебе не лежит по душе ну вот это как ну я не знаю с китайскими машинами я не знаю этого же нет истории какой-то да там то есть там у брендов там есть 50-летняя история 60-летняя то есть уже там почти вековая спортивная китайские бренды они конечно развиваются но это же не только про кроссовок да то есть даже не только про история про промежуточную подошву про амортизацию это же еще что другое то там то что ты любишь то что тебе нравится то же ты себя ассоциируешь вот здесь больше чем просто продуктовая на самом деле то есть собственно позиционирование себя то есть нужно учесть за то что весь у нас подкаст он строится вот на вокруг наследия вокруг ответственности вообще да то есть начиная какое-то дело мы всегда ответственны за него соответственно за продукты и соответственно ответственность за результаты которые мы получим условно наш продукт наш подкаст наши обзоры наверное это результатом будет мотивация для какого-то там парня либо девушки начать бегать либо изменить свою жизнь условно да это в идеале это идеале но хороший то есть магазины которые продают не оригинальную экипировку то есть нужно и отметить то что в принципе даже не касаясь моральных принципе устойки я работал в логистике и я и сейчас связан логистике я знаю как это все делается и как это все делается в обход законодательства в обход налоговой службы и это во многом случае это минус для государства чем плюс допустим ты допустим паленые найки официально не завезешь на не завезет каким-то карга везешь документов черную серую как хотят там любой цвет они тоже самое какие-то градации реплики 100 процентов я хотел это добавить потому что ну как бы я всегда это вещи стараюсь смотреть если мы говорим про бизнес с точки зрения с позиции предпринимателя да и без эмоций ну то есть реально если вы везете там какой-то какой-то фейк там да то преплику как бы им назвали скорее всего вы не завозите это официально да то есть не платите налоги ну блин если ты не платишь налоги что ты хочешь тогда от этого государства туда ну то есть все уже когда тогда как бы не переживай что у тебя яма на дорогах то есть но и не надо что ты сделал мы все время что-то просим как бы наверно не безосновательно но с другой стороны ты сам играешь по этим правилам даже про это все исключительно вопрос налогов если ты не платишь туда не сдаешь ничего как ты хочешь чтобы тебе там поликлинике врач с тобой там хорошо работа почему ты хочешь чтобы эти дороги были хороших очень хочет там твой ребенок государстве детский сад ходила там было все круто там да не жесть какая ну вот это с этого все начинается я думаю поэтому именно вот какая-то социальная сторона она тоже важно для меня пока я но это максимально поддерживает то есть создавая что-то получаем нужно тоже уметь отдавать то есть это определенно принципе таки работает наверное жизнь то есть поэтому эта пища пища для ума для тех ребят которые не знаю посещают такие магазины то есть надо просто зеркало посмотреть и принять себя таким какой ты есть и быть они казаться и все стопудово иллюзия это если люди реально люди это все что происходит в твоей голове реальность это все что происходит в жизни реальность ты купил не подделку иллюзия это то что ты веришь то что она как бы что это что она дает такие же результаты что это тот же пегас это иллюзия это происходит в твоей голове реальность это та же самая иллюзия 20 30 20 50 поэтому да то есть историю какие-то победы надо делать сейчас здесь пытаться рисковать в принципе вообще история любого бренда история там какого-то успеха это всегда в основе лежит без определенного стопа то есть да поэтому мы тоже как-то когда-то рискнули и в принципе сейчас пожинаем плоды но мы в процессе как можно один разрискнуть и остаться счастливым кстати еще знать я добавлю что в пользу того того что покупать оригинальные обувь и существующие огромное что инструментов и рассрочка первую очередь да то есть она дает позволяет человеку может занимающимся спортом и который ценит продукт пойти купить за это жуму в ту же даму 12 месяцев на спортивные товары я как сам сам подключает и постоянно это практически каждый месяц происходит 0012 и спасибо каспи и за счетчику рута что каспи да это вообще по крайней мере нам так транслирует или мы вроде видим что так она есть на самом деле они фильтруют они не пускают вот этих игроков на свой рынок на свой маркет ребята которые продают ненастоящий товар в отличие от того же например там российских marketplace называть я знаю да там по крайней один рпс что они не парятся в этом плане ты можешь зайти и увидит там кучу майка того же подозрительно хорошим ценам до хорошим ценам поэтому очень глубокое уважение нашему банку народного можно сказать вот то что они они ведут бизнес честно и это же тоже большой труд фильтровать надел комплайнса человек нас 150 да то есть всегда нужно искать альтернативные варианты и да и слава богу то есть эти альтернативные варианты предоставляются то есть те же самые рассрочные расстройки месяца скидки месяцев 24 месяцев скидки то есть можно на сейлах тоже на сейлах очень хорошо наружу к панцам и да вот в копе тоже перед новым годом нортак скидки до 50 процента там 50 процентов и я не успел конечно я посмотрю но то есть на 14 февраля 14 это классно то что вообще в принципе магазин заинтересован не всегда держит руку на пульсе то есть и он принципе открыть для своих покупателей еще классно то что в магазине работают те специалисты которые реально разбираются в беге то есть как раз таки ему вот плавно подходим команде то есть как вообще происходило формирование формирование до вот этого косяка команды всегда друзьям советую если они у меня спрашивают бегуна как можно этот подобрать обувь бегу я говорю всегда копии иди там да там люди есть себе конкретно только футболе теперь дает станешь на дорожку команда формировалась исключительно из лучших людей кстати слоган копы которая на весны лучших это как раз таки подчеркивает то что мы мульти брендовая компания здесь как бы миссия ценности да то есть мы хотели для нашего покупателя для нашего гражданин этой жители нашей страны привести в казахстане сделать доступным чтобы у него был выбор продукта топового продукта я иду сторону после вспоминаю свои свою работу там когда я поустроился в адидас шимкенте 2008 году и меня меня капец ну меня прям разрывало как наши люди вот как на наш виде насколько они себя я не знаю то есть какого-то сказать правильно на достоинстве не то что достоинства в общем мы всегда себя как-то принижаем то есть не ценим магазин адидас открылся реально адидас настоящее люди приезжают приходят блин но это же вот настоящий у нас же не может кто-то станет настоящим но в мошек с эти призывы вот этих там реплик всех происходят ты говоришь ну ты работаешь это компания ты знаешь все процессы типа . и люди искренне верят что до сих пор почему диски не верят например в тем спорте мы работаем то что мы с футболистами команды люди до сих пор искренне верят что для казахстана существует какой-то конвейер отдельно отдельный типа для стран третьего мира куда отправляет паленый куда не это спаленый а что из каких-то других материалов дешевле что-то там адидас и на их шьет как-то по другому то есть мы сами себя как бы загоняем в эту историю грим что блин мы не мы такая страна в которую не может тогда стану или на это что-то продавать хорошие стоящие ну как бы унижаем у тебя мозг взрывать ты работаешь этой компании и причем это так сложно доказать то есть люди искренне верят вот я был германии я вот видел настоящий там вот другое и там невозможно ты работаешь ты понимаешь что весь продукт шьется в азии то же самое что спорить с плоскоземельщиками ты никогда не перебивешь ему что земля круглая один артикул он на весь мир там выпускается миллионки на тиражом ну как бы никогда не будет бизнеса отдельный конвейер отдельный конвейер запустить отдельный завод подписать контракт на футбол что она как на турцию на казахстан на америку потом это же не космический корабль чтобы его другим сделать ну то есть это же не нанотехнологии футболка на и в африке чем сделать для казахстана другой вот поэтому вот да хотели мы сделать предоставить людям лучший сервис поэтому собирали команду из лучших объединяйте лучшие ну изначально команда формировалась из бывших сотрудников тоже работал так или иначе получил опыт в агдасе ну что но мы все общаемся у нас такое как сказать то чтобы комьюнити но так иначе держим связи друг с другом и вот собирали там ребят например тимур работал в другой компании нам сделали предложение конечно очень рады что согласился сейчас который он лидирует принципе наш розницу поэтому изначально это были ребята то есть процентов на 90 на бывшие сотрудники агдаса потом команда обновлялась где-то какая-то ротация происходила вот из других стран соседней страны ребят начали приезжать причем очень очень крутые такие да и как спорте с точки зрения и продаж бизнес-процессы ну да мы делаем ставку на то чтобы мы могли дать лучший сервис объяснить касательно продукта что что у нас магазине есть я обычно хотела сказать постельки седас седас да 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 то есть это эксклюзив да у нас в нашем магазине есть такой продукт очень крутой который опять же если ты не испытаешь его на себе этот материального больше твоя жизнь родился на две части это кроссовки сделал у меня кроссовки езда и я это первая там пара не было с которым я очень жизнь это не было не было я думал то ли кроссовки какие крутые то ли чё да то есть вот седас тот бренд который изготавливает стельки и мы привезли станцию которая может изготавливать кастом на стельке уникальный под твой стопом сделав для себя стельки я понял что ну реально совершенно другие ощущения комфорт и эта штука которая реально работает ну вот блин и за то что за то что не стыдно то есть это не потому что как бы но рисковать такие вещи говорить да все это утверждать потому что ну реально реально люди разные что-то может быть кому-то не подойдет и подходит ну вот здесь как бы вот этот бренд этот продукт который прям смело можно рекомендовать поэтому все бегуны кто смотрит обязательно придите хотя бы просто посмотрите как это работает вам расскажут что это такое да если вас заинтересует можете попробовать и сделать у нас в инстаграме я ходил дел можете посмотреть ролики там как тебя не но я пока в них особо не ходил потому что я сделал их для кроссовок наступили внезапные опять холода пришлось в сапоги переодеться они в сапоги немножко не вазили это беговые или которые на лайфстайл лайфстайлов да и вот сейчас опять только теперь начало я снова только начал носить поэтому сильно поделиться не могу опытом использования но только правду стопроцентно да и поэтому я не могу сильно сказать но пока я то что сейчас хожу ну прикольно как минимум прикольно позже скажу точно вообще в европе такой ну как по статистике как нам давали да то есть такого что практически там каждый второй кроссовок люди покупают стараются менять стирки языка необычные стирки базу на кастом да нужно отметить то что допустим если особенно когда вы бегаете есть особенности с стопы то есть есть особенно там разные виды про нации у вас овалы во внутреннюю либо во внешнюю сторону как раз таки в копию он представлен такой аппарат который берет там кастомные кроссовки кастомные стельки делает под вашу именно стопу индивидуальные стельки вот так вот ногу обволакивает слепок ты так прям скульптуру делают и по ней запекает это прям вот буквально литер литера ли твоя нога вот в кроссовке внутри причем да я хочу сразу сказать что эта история не про медицину ну то есть у нас как только появился продукт на сразу в комментариях врачи ортопеда это не ортопедически плоскостойкой стельками только упражнения до сто процентов нет волшебный таблетки нужно попросить я у меня плоскостопие я до этого дела ортопедические стельки я поэтому знаю с чем сравнивать и сто процентов это абсолютно разные вещи потому что когда ты у нас ортопедические стельки твоя нога не работает вообще не работает она тебе подпирает вот здесь вот где по изгиб стопы где передняя часть стопы и твоя нога работает по минимуму и плоскостопие можно чуть только упражнением сто процентов я стараюсь их делать без них никак но подобная стелька в ежедневном это будет классно помирать дома снимают просто нагрузку даже элементарную ты меньше устаешь распределяет нагрузку твоей стопы более равномерно правильно поэтому это не про медицину то есть мы не говорим что мы там что у всех излечим и селинга но это реально продукт который дает вам комфорт дает вам снимает усталость дает вам счастье радость я считаю как минимум попробовать стоит потому что отличие за колоссальные от того что ты хочешь просто обычные стандартные стельки любой обуви или подобные но переходя кстати партнерства нашего партнерства с копой и вообще вот это наверное первый инцидент не первое то что магазин работает с амбассадорами но и помнить только соломон возможно но они вообще это не освещают практически они как дела какие-то репосты в инстаграме но они вообще не афиширует не освещают и но так подобно крупная вроде 1 с амбассадорами я думаю что работают магазины мне кажется спортивно но по крайней мере на эти работает наверное там тот же беговой клуб ранен ну так сложно сказать что как бы это сам клуб является домом каких-то там амбассадоров опять же до возвращаясь к истории про часть стратегии возможно можно сказать маркетинговая да то есть есть и event co-paran амбассадоры ребят с которыми работаем наши друзья то есть те люди которые согласились с нами работать с вас есть нас поддержать вот мы благодарны то что они делают с нами во всех наших начинаниях во всех наших продолжениях как и как делался этот выбор то есть конечно же в первую очередь мы смотрели на людей которые занимаются бегом которые бегают либо как-то в этой истории находится то есть кого люди смотрят как тот ну тот то есть тот тот контент который они делают обеде чтобы он был экологичным то есть чтобы он был интересен бегунам вот ну и конечно же есть какие-то личные истории у этих людей которые близки нам например там мы сельвиры таху участвовали летом в аэромэне да я плылу она бежала и наш сотрудник один саша правов он не вернулась люди и у нас на самом деле очень крутая очень крутой человек просто сам факт и сама история ее появление в этом фитнес-центре в кредит сейчас на как она вернулась казахстан народом из казахстана и долгое время на россии в томске и была была невозможность остаться там как она вернулась то есть она реально крутой человек который своим усилием своей работой сам устроить свою дорогу свой путь вот и мама очень большая это вызывает большое уважение на и просто рвалась в вековую индустрию резко очень ну она она настоящая очень такая чистая поэтому мы сразу предложили сотрудничество привет эльвира как вышла все отлично спасибо большое подскажи ты так классно ярко и неожиданно ворвалась беговую тусовку алматы и это было при этом органично никто не понял что произошло расскажешь про себя пару слов я сама не поняла что произошло честно говоря бегать я начала довольно поздно 18 лет когда поступила в универ бегала бегала потом отучилась на такую же специализацию профессию потом немного работала там же в том же городе и потом что накрыла депрессия разослала свои резюме вообще везде где только можно вся триатлонной организации и пришел ответ отсюда и меня позвали и раскачали и поэтому я здесь профессиональный тренера который отучился на это ну то есть беговой тренер до 4 года бакалавра 2 года магистратуры здесь такого вообще не встретишь супер редкость а мы сейчас находимся вот кредо база бега ты имеешься у них тренером они тебя поддержки так же поддерживает магазин и попасту расскажи как влияние поддержки такая отражается и повседневной жизни когда и тренировочном этапе ну для меня наверно как для тренера в первую очередь важно что я могу своих атлетов отправить определенный магазин где им подберут грамотную экипировку где не будут толкать разную там ерунду лишь ближе мы продать и поэтому тут я спокойно на мне наверно это отражается тем что у меня сейчас появилась просто куча беговой экипировки разные потому что когда я была в профессиональном спорте не было буквально ничего там я в одних кроссовках бегала года два там одну толстовку носила там он к слив тоже годами известная история а сейчас просто столько всего столько можно пробовать и поэтому я теперь нам знаю про все кроссовки наверно до 800 метров первое место вообще первый раз за всю мою карьеру здесь наверно для меня было важно вывести саму себя на этот результат потому что я сейчас тренируюсь самостоятельно и было важно вот показать уровень ну хотя бы на уровне кандидата мастера спорта потому что я тренировалась в принципе по тем же методикам что мы с тренером тренировались там немного своего добавила но мне было важно именно не перебегать потому что я такая натура что если что-то начинает делать это просто могу быстро уйти впереди а тут вроде бы все получилось все сложилось поэтому я рада довольна потом анализировала что еще можно было бы добавить думаю добавлю то есть да уже фразки да да есть сейчас их потихоньку начинаю осуществлять и к летнему сезону что-нибудь надеюсь покажу ну что ждем на наших на следующих забегах будем ждать смотреть держать кучки и смотреть как поменялся ли план на хуэль или и еще какие-то станции возможно 400 метров может 100 метров 100 метров уже в прошлом но я бегала 100 200 400 сейчас вот 800 иногда полторы тысячи метров но все равно ждем на дистанциях ног и совершения мы будем переходить к следующим вопросам поэтому спасибо спасибо вам айдос тоже в принципе давно мы знакомы с ним есть интересные истории как он в кении сборы проводил да то есть тоже такой человек особо не парился в одного поехал команду так тоже был очень предан бегу ног и сейчас предан в принципе да она просто вот эта травма которая сейчас тем не менее он с нами он сам от и марафона тоже но коменс давно знакомы и очень рады что у нас нами айдос мы сегодня встретились на выставочном центре в атакенте подскажи почему мы именно здесь пишем свой отзыв я тренируюсь в атакенте с 2018 года потому что это закрытый закрытый парк можно спокойно бегать без машин всегда свежо чисто без каких-то газов но автомобильных потому что когда бегаешь по дороге все равно ты выхлопными газами как бы дышишь а здесь спокойно можно бегать ты встречаешь еще так также бегунов и и можно тренироваться тем более здесь есть горочка на которой можно отрабатывать 10 по 100 10 по 200 и и так далее но включаете элементы там силовые да то есть у нас алмата наверх-низ и здесь в этом парке как раз вверх-низ он саблились баланс можно сказать километр низ километр вверх вот у тебя уже такой достаточно популярный беговой блогер у тебя было много таких партнерских отношений с теми же тренажерными залами с магазином спортивного питания и теперь экипировочный магазин это копа копак и z почему выбор пал именно майн на этот бренд скорее всего выбор по копы на меня ну то есть а это они мне предложили я то их всегда как бы бесплатно рекламировал да то есть где-то упоминал рекламировал продвигал снимал рилсе там ну это все было абсолютно безвозмездно но ребята там они понимают что какие-то рилсе у меня там залетали и они просто там давали например подарок что-нибудь ну то есть это было без каких-то обязательств это просто вот я был такой нештатный амбассадор да я они даже я когда спрашивал что давайте когда вы мне сделать официального бассадора вот какое-то желание у меня такое было не горит ссоре у нас говорит фу по амбассадором то есть мы дополнительно амбассадоры не можем взять и как-то я такой ну ладно как бы следующий раз когда-нибудь и вот в этом году все-таки выбор пал на меня они предложили да они там условия предлагать игры да да я согласен то есть я даже особо условий там никаких то не выдвигал просто который предложили такие согласился потому что бренд очень сильно погружен в бег то есть максимально популяризирует это направление и с такой любовью как бы отношением и любовью бегу они как бы хотят продвигать и вот свой свой бренд и вот корпоратив ну как бы культуру бега через надо поддерживать сообщество да вот даже это один из таких факторов это организовать совместно с алматы марафоном до забег копа копа рандо сейчас он называется и где там короткие дистанции вот у вас такого никогда не было да я всегда вот у меня хорошо получает об 100 200 бегать метров на скорость я всегда мечтал да там вот чтобы это было какой-то для любителей организованное мероприятие и вот копа как бы в этом плане они там не пожалели до денег с времени спонсорство там продумали это все и совместно с алматы марафоном сделали такой проект который там очень много до людей собирает все кайфуют надеюсь в этом году с погодой повезет будет тепло бежишь скорее всего буду освещать потому что прошлый год как раз таки на копия усугубил свою травму то есть на ней я почувствовал что такое боль в колене то есть дал лишнюю нагрузку как бы и потом уже поехал на бостон с травмированной ногой касательно вот травмы то есть у тебя был такой длительный период восстановления реабилитации но партнерство началось в этом году 2024 успел ли ты как-то прочувствовать вот это сотрудничество как-то влияет и копа на твою беговую жизнь я думаю что все таки влияет несмотря на то что я постоянно нахожу время снимать рилсы какой-то материал какой-то контент чтобы быть в инфополе потому что сейчас инфополе очень забито да то есть все пытаются что-то продать всегда пытается что-то там показать рассказать и ты должен как бы быть в обоими да то есть ты должен всегда уметь снимать быстро рилсы там на какую-то тему все это озвучивать и в этом плане копа как бы держит меня в тонусе чтобы я мог быть до непрерывно и быть более медийным потому что уже после того как я стал амбассадором копы все чаще и чаще я там встречаю ребят которые говорят него ты амбассадор копы да ну там как там вообще уинтересуется спрашивают то есть для них вот это что официальная галочка там до статуса амбассадора для них это интересно ну а для меня это тоже как бы важно да что я остаюсь в медийном пространстве и до копа очень сильно мне в это помогает и я думаю что те предыдущие бренды которые мы которые я был амбассадором они все-таки не так проще с вами профессионально относились как копа просто до подписания рекламы ну как бы контракта я был я я все все видел как снимает копа что есть команда что есть стратегия именно показать так или иначе ну то есть я это все видел и мне когда там предложили стать амбассадором я согласился потому что это очень классный опыт то есть копа на этом очень заморачивается на контенте и мне очень интересно быть в команде какие преимущества ты видишь работе скопа какие-то и плюшки плюсы получают для своей работы для своей видимости доступ непрерывной экипировки к новым моделям кроссовок ну да это несомненно потому что вот вышли новинки adidas да и вот этот первый дроп мы его как бы распаковывали показывали рассказывали сейчас еще хотим сделать дополнительные ну съемку да этот материала про эти кроссовки там уже прям протестировать их и это да действительно интересно потому что я всегда хотел профессионально да там распаковку дропа какого-то делать но это всегда так получалось как бы я там ждал долго ждал там или это не в него время получалось а здесь прям это официально официальные представители до оригинальные вещи и ты можешь выбрать любые размеры как бы сразу пришел померил за ты все понравилось купил и мне кажется это очень полезно для нашего рынка потому что до этого особо так никто не делал и не не было если приходит сюда дроп какой-нибудь там официальных кроссовок ты их быстро раскупает и у тебя на популярные размеры то тебе приходится заказывать дополнительно ну то есть в наличии не бывает какой у тебя любимый бренд который представлен в ассортименте в копе в копе мне понравилось и открыл копа открыла для меня пуму то есть максимально интересно что есть такие вещи для спорта для бега и вот как ни странно да пума для меня стало открытием копы потом добавился гри который тоже своей линейкой прям показал что это прям что-то такое новый какой-то уровень местного до локального производства который там очень может конкурировать да и по дизайну и по тканям ну а вообще я люблю найк ну то есть найк это эталон как бы всех моих спортивных вещей потому что у них и реклама и философия на вот прям откликает откликается да я прям про майковский ну adidas технологиями берет да то есть это вот максимально там все про технологии но майк у них все-таки философия и она мне больше такая бунтарская вот покорительная она вот как-то мне ближе хотя adidas тоже такой такой же крутой бренд технологичные всегда должна быть конкуренции чтобы было интересно за рынок развивался и поэтому поэтому и копа да как бы круто тем что там мульти брендовый магазин все в оригинале и ты можешь просто миксовать захотел это эту линейку взял захотел тупыми кстати то есть по доступным ценам и с разными видами покупки то есть это может быть рассрочки там 12 до 4 месяца поэтому это в принципе доступно если вы хорошо планируете там свои финансовые расходы поэтому спасибо тебе айдос спасибо отзыв успехов на других стартов один из завершающих вопросов касательно сегодня хорошо проговорили про историю про стратегию какое будущее дальше у копы куда она стремится за кавалерный вопрос да какие цели цели но если говорить о продукту то мы хотим наша цель это увеличить количество брендов наш магазин представить вот на кого еще глаз положили такой бренд блин такие все известные да давайте пока не хорошо ждем анонсов то есть еще больше выбора дать нашим покупателям нашим друзьям и динам всем то есть попробовать продукт и конечно же мы следим за трендами что в мире происходит беговой обуви спортивной экипировки вот мы активно развиваем наш сайт наш литон копа . киз это название компании очень просто все вот наполняем его поэтому вот наши коммерческие какие бизнесовые цели это наш сайт мы будем развиваться и развивать наш сайт и на развитие нашего сайта развивать ассортимент и ну и конечно же быть всегда рядом с бегунами делать какие-то прикольные штуки какие-то ивенты забеги партнериться сама ты марафона может еще с кем-то с бегевыми командами то что нам интересно копа команда копа открыта к сотрудничеству любой человек любая команда инфлюенсер может с приложением прийти копе плане обослаждаться не в плане амбассадорса условно какого-то движа который поможет не знаю запустить вековое сообщество еще вперед либо популяризировать еще больше тот же футбол тот же бег я думаю да но не в моменте да то есть как как не крутили у нас есть свои процессы есть бюджет определенный на маркетинг то есть они корректируются но нам конечно сложно здесь сейчас а давайте сделаем что-то такое этот бюджет планируется на год и словно грязь и команда либо человек придется какой-то при скинка предложением сделать что-то в 2025 году то да это будет рассматриваться в 2024 то будет сложнее но при этом все открыты к диалогу да конечно мы вообще открыты абсолютно настоящие наша ценность быть настоящими открытыми и объединить людей компании как приятно создавать то что мы на самом деле большой респект вообще сама организация самому бренду и тебе максим то что уделил время на запись такого я не знаю мне кажется это будет один из таких топовых выпусков подкасты я должен быть исторических до определенным потому что очень много вопросов было раскрыто и очень много тем было поговорим так что это ну да у нас получился такой не прогнул мало спорта да мне кажется вот какой-то внутренней кухне именно вот на то что делается под капотом потому что всегда интересно я даже сам когда то есть но приходил на работу в известный спортивный немецкий бренд то есть у тебя сначала есть какая-то картинка да то есть что вот витрины магазины вот эти рекламные ролики крутые мотивационные спортивные но ты никогда не видишь что там происходит за этим за вся какая работа огромная дать ну как как и в принципе везде наверно всегда так даже тот подкаст который вы увидите он будет переработан за ним будет какое-то количество часов даже большого это там десятки там не знаю сотни часов монтажа сто процентов наверное он тема интересен что мы говорили о каких-то вещах которых меньше говорят чем про спорт потому что бегуны в основном говорят про спорт тут мы поговорили бизнесовые штуки паха или правительство но без без этого слова без этих обсуждений к сожалению будет прогресса son of thunder наш подкаст пиздеся к концу он заканчивается поэтому все кто слушал переходите на платформ на которых вы слушали ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал ищите нас на ютюбе в инстаграме подписывайтесь на instagram страницу желеях на копу смотрите крутые видосы которые мы создаем смотрите наши обзоры комментируйте и одевайте только оригинальную экипировку последнее прямо чего все заговорились будьте настоящими да это определенно